Христос воскрес! Поверните, скажите, самого замечательного человека на планете. Слава Господу! Скажи, я хороший, я чрезвычайно великолепный, изумительно прекрасный. А они все говорят. Вы не верите, что вы такие? Нет, на самом деле вы такие. Вы просто себя не знаете. Ты думаешь, что ты себя знаешь? Ты так думаешь, но ты не знаешь себя. Ты же Божий. А Библия говорит, что Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. И ты садись от дома и говоришь, Дух Святой, покажи мне меня. Расскажи мне обо мне. Ой, ты так влюбишься в себя? Я тебе говорю. Он тебе столько комплиментов наделает. Но комплимент не тот, который, знаешь, оно не так, а он сделал комплимент. Нет, вот именно как есть, так он тебе и скажет. И он скажет, ты классный, классный. Ты же, да ладно, Господи. Он говорит, да нет, да, да, да. Слава Господу! Аллилуйя! Он что думает, то и говорит. Слава Господу! Пастор Вадим, спасибо большое, что я здесь. Ну, я вашего пастора знаю давно. Я знаю, кто пастор, но пастор-то все-таки Вадим. Аминь! Слава Господу! И когда я приехал сюда, у меня все время звучит в духе такие слова, что ты сделал очень хорошую работу. И те люди, которые в твоем служении, конечно же, принимайте это тоже на свой счет. Потому что обычно чествуют пастырей. Но Бог-то знает всех, кто трудился. Аминь! И кому честь, тому честь. Слава Господу! Аллилуйя! Хорошую работу сделал. Настоящий Божий человек. Поэтому можете сеять в него, поддерживать его. И знаете, он занимается евангелизацией. И я вижу, что когда вы вкладываете в евангелизацию, происходят две вещи. Первое, вы помогаете забросить сети. А второе, вы приносите вечный плод в свою жизнь. Потому что когда душа спаслась, это уже навечно. А вы в этом поучаствовали. Слава Господу! И то, что я вижу на Украине, что Бог сейчас пододвигает комбайны вперед. Пододвигает комбайны вперед. И мы соберем урожай. Мы соберем урожай. Он сказал, соберите все, чтобы ничего не пропало. Мы соберем урожай. И знаете, сердце Вадима, оно бьется теми же вещами, что есть у меня, или у меня тем, что есть у него. А вообще это все от Иисуса. И знаете, ты всегда чувствуешь человека, который просто дышит Евангелием. Для которого души, 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 души. Слава Господу! Это не единственное, что есть в Царстве Божьем. Но я считаю первоочередным. Конечно, потом пастырская работа, попечение, церковь, жизнь в теле Христа, жизнь в семье Божьей. То есть что-то главнее нет, но все-таки впереди то, что впереди. Слава Господу! Аллилуйя! И Бог хочет удвоить вас. Господь хочет расширить вас. Господь хочет миссионеров послать. Я слышу слово Китай. Кто-то под... Ну... Знаете, у-у-у это... Смотрите, Господь услышал ваше у-у. Сам не можешь пойти, пошли кого-то. Дай ему деньги, пошли кого-то. Но только пошли так, как послал бы сам себя. А они так, дай тебе 20 долларов, иди по миру. Он точно по миру пойдет. Вы понимаете, о чем я? Потому что денег для Евангелия много. Их достаточно. Нужно, чтобы кто-то шел. Слава Господу! Аминь! Почему Бог Вадиму все не даст? Ну, потому что другим тогда не останется. А как же Ему тогда воздавать вам? А вы вкладываете в служение, и Бог вам воздает. Но вы должны собрать свой урожай. Потому что Он обещал, если ты ради Евангелия что-то делаешь, ты получаешь во сто крат больше. И Он там назвал четыре времени, когда мы получаем. Ныне, во время сие, то есть это ныне. Второе время какое? Среди гонений. Не, ныне, во время сие, среди гонений и вечной жизни. Я раньше читал это все, что во время гонений. Ну, там так не написано. Потому что сто кратный урожай не принадлежит только времени гонения. Он всегда работает. Ныне, во время сие. Ты должен собрать свой урожай, чтобы ты мог собрать его урожай. Вы понимаете? И мы же не имеем иллюзий, что проповедовать Евангелие нужны деньги. Нужны деньги. Пять миллиардов человек еще идет в ад. А люди спорят о деньгах. А нам миссионеров не за что послать. Но мы изменим это все. Аминь. Я не знаю, зачем я это все говорю, но... Слава Господу. Итак, большая радость быть с вами. Спасибо большое, что вы меня так хорошо принимаете. Меня хорошо кормят. Приютили меня хорошо. Встретили хорошо вас. Все хорошо. Я, конечно, дам это все на имя Иисуса. Знаете, мы служим, а Он получает всю славу. Аллилуйя. И пробуждение, оно никуда не денется. Никуда не денется. Он сделает. Может быть, Он сделает не так, как ты этого хочешь или видишь. Пойми, Он сделает так, как мы не планировали. Почему? Чтобы мы потом под свой контроль это все не взяли. Пробуждение рождается сверхъестественно. И сверхъестественным оно должно поддерживаться. И продолжаться. Аллилуйя. А когда оно начнется? Я не знаю. Бог знает, когда оно начнется. А что мы будем в это время делать? А мы будем наслаждаться. Пусть Бог делает все, что Он хочет. Мы готовы. Слава Богу. Аллилуйя. Я дам вам пророческое слово для вашей церкви, которое я сейчас получал. И потом мы перейдем к тематике. Но вот что я хотел бы вас попросить в эти три дня. Не смотрите на меня, как на служителя. Смотрите на меня просто. Брат Богдан. Хорошо? Просто брат Богдан. Без регалий, без ничего. Просто обычный верующий человек. Потому что пастора чудес не делают. Пророки не делают чудеса. Евангелисты не делают чудеса. И Иисус делает чудеса. Аллилуйя. Конечно же, Он использует всех, но Он сказал, верующие в Меня. Дела, которые я творю, и Он сотворит. Слава Господу. Знаете, я всю жизнь почитал генералов Божьих. И до сих пор почитаю. И пасторей почитаю. И, вы знаете, вся моя жизнь, она посвящена служению пастора, который в моей жизни есть. Все меня знают из-за этого. Мое отношение к пастору. Но я вам одну бомбочку брошу. Потому что я пастору сказал, что я-то уеду. Не знаю, вы там разбирайтесь. Но я не вижу в Библии слова генералы Божьи. Я не вижу этого. Я вижу сын и дочь. И священники. Понимаете? Ну, понятно. В церкви все это есть. И священники делают свою работу. Пятикратное служение делает свою работу. Никуда оно не девается. Но я вам скажу, почему я это говорю. Что я настолько почитал генералов Божьих, видя, что Бог делает через них. Ровно настолько я себя исключал из этого списка. Мне казалось, я даже до юнгин не дотягиваю. Почему? Я-то себя знаю. А они, наверное, это какие-то люди, которые всегда в облаках летают. Которые где-то... Я понимаю, они там тоже летают. С Господом все хорошо. Но он сказал, верующих будут сопровождать знамения. Поэтому я понял, я почитаю генералов Божьих, но я не исключаю себя из того, что Бог может меня использовать. И тебя тоже. Одно из самых лучших, что ты можешь пережить в эти три дня. Конечно, Бог сделает для тебя чудо. Но не суть того, что Бог вообще хочет сделать в эти дни вообще для этого города. Через твою жизнь. Вы понимаете? Тут что-то большее, чем только чудо. Хотя чудо это хорошо, но происходит что-то большее. И будут высвобождения, и будут пророчества, и будут чудеса. Но кто может увидеть, что вообще Бог запланировал? И я верю, что в эти дни Бог высвобождает такое помазание. И я благодарю Его, что я могу быть использован в этом. Что это будет для вас мост, переходной мост оттуда, где вы были. И было хорошо, но пойдете в большее. И пойдете в лучшее. Аллилуйя. Потому что новое от Бога всегда приносит в твою жизнь свежесть. Новые силы, новое вдохновение, новую радость. Аллилуйя. А от старого, ну вроде хорошо, но ты понимаешь, что есть что-то новое. И когда тебя что-то радовало в жизни, а потом через какое-то время перестает радовать, и не говорит о том, что ты неблагодарен, но просто ты чувствуешь, что уже как-то и дискомфорт, и как-то уже... Ну, что-то не то. Это сигнал, что Бог переводит тебя в большее. Чувство неудовлетворения, оно всегда сопутствует тех, кого Бог переводит в что-то новое. Иногда Он сам вызывает это в тебе. Особенно, когда дело касается мужчин. Потому что нереализованный потенциал, он всегда каким-то образом дает мужчине знать, и оно выливается либо в разочарование, либо в недовольство всем, либо в жажду. Но все это один и тот же потенциал. И вот вам первое пророческое слово, то, что Бог мне сказал. Что здесь есть потенциалы в каждом из вас, которые намного больше, чем это еще пока проявилось. И поэтому Бог говорит вам сегодня, выходи на территорию реализации твоего потенциала. Но когда ты выходишь на эту территорию, там ничего нет. Почему? Потому что потенциал не на территории, потенциал внутри тебя. То, что ты достиг до сегодняшнего дня, это было когда-то потенциалом. Но это уже не потенциал. Потенциал это то, что еще можешь достичь. То, что нужно достичь. И то, что должно достичь. А вы муж и жена? Да? Вот вы в голубой рубашечке, да? А у вас есть ребенок? А вы хотите? Вы муж и жена, да? Не в помолке, муж и жена. Но Бог дает вам ребенка. Аллилуйя. Можете соску идти покупать. Может быть, кто-то из вас с памперсами первых благословит. И потом вырастет человек Божий, а ты скажешь ему, ты в мои памперсы первый какал. Я делал такие вещи. Я делал такие вещи. И я знал, что там пророк в утробе. И когда он станет пророком, я скажу, ты в мои памперсы первый какал. Аллилуйя. Аминь. Слава Господу. И Господь показал мне вас. И Библия говорит, что паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Когда вы смотрите на паука, вы видите, что эти лапки очень слабые. И здание, на которое нужно взобраться или проникнуть, туда люди не все попадают. Попробуй в дворец попасть. А паук попадает. Почему? Потому что паук, он никогда не зависит от внешних факторов. Он зависит только от того, что он внутри. И он начинает плести изнутри. И потом лезет по этому. И того, что у него внутри, достаточно того, чтобы оказаться там, где не все оказываются. Того, что у тебя внутри, достаточно. Достаточно. Раскрой свой потенциал. Реализуй свой потенциал. Ты скажешь, а как мне рассмотреть свой потенциал? Чего ты хочешь больше всего? Представь себе, что у тебя есть деньги на всю твою жизнь. Чем бы ты хотел заниматься всю свою жизнь? Вот это твой потенциал. Если вопрос не стоит в деньгах, чем бы ты хотел заниматься всю свою жизнь? Кто-то хотел бы быть художником, кто-то бы на скрипке хотел играть, кто-то хотел бы быть доктором. Я не знаю. Значит, это твой потенциал. Слава Господу. Поэтому раскрывай его и реализовывай его. То, что еще Господь мне показал, и я не уверен, что вам понравится это слово. Но Господь мне сказал, что стал бы выстроены в этой церкви. И теперь время строить фундамент. И когда я услышал это слово, я подумал, Господи, а что они подумают? Они, наверное, думают, что они уже заложили фундамент. Но когда он мне объяснил сейчас, почему столбы, я сказал, слава Богу, что не фундамент. Почему? Потому что я увидел, что эти столбы, которые вы здесь выстроили вместе с Господом, они углубились глубоко в землю. И надо было глубоко в землю. Это не было еще так на поверхности, как хотелось бы. Хотя много славных дел сделано. Но, наверное, пастор больше поймет, о чем я говорю. Но, знаете, иногда не просто фундамент ложат, иногда нужно в землю воткнуть опорные столбы. И из-за этого фундамент будет держаться еще сильнее. Аллилуйя. И вы заложили эти столбы. Ваш фундамент не будет просто на поверхности лежать. Слава Господу. И теперь Бог начнет выстраивать фундамент. И это будет славно. Слава Господу. Также мне Господь сказал, что вы уже прорвались. Вам не надо прорываться. Вы уже прорвались. И Иисус уже все сделал. Идите и овладейте всем тем, в чем вы еще ждете прорыв. Также мне Господь показал, что для этой церкви есть два ангела, которые не задействованы на полную мощь. Это ангел исцеления, который трудится в исцеляющем служении Иисуса. И если нужно будет, я пасторам после собрания покажу, где это все в Библии. Просто сейчас время для пророчества, а не для учения на эту тему. И ангел, который трудится в служении преуспевания у Иисуса. Они все есть, эти Библии, ангелы. И Господь сказал, что они здесь не задействованы на полную мощь. Я говорю, Господь, что им делать, чтобы они задействовали этих ангелов на полную мощь? И Господь сказал, что они будут задействованы тогда, когда вы поверите, что в этом городе вы можете преуспевать. И второе, вы поверите, что в этом городе вы можете нести исцеляющую силу Божию. Первое, вы поверите, что здесь это возможно. И второе, вы будете исповедовать Божье Слово о преуспевании для вашей жизни и об исцелении. Потому что Псалом 102 говорит в 19 стихе, что ангелы его повинуются глазу Божьего Слова. Когда эти две вещи будут в ваших устах и в вашей вере, тогда вы увидите, как эти ангелы действуют. Слава Господу. Я правильно понимаю, что Гэри Хэш к вам приезжал и Боб Монгомери. Интересно, что Бог мне сказал, я не знаю, как они здесь трудились и что они здесь делали, какие помазания были. Но то, что Бог мне сказал, что Гэри Хэш закладывал драгоценные камни здесь, а Монгомери учил, как их доставать и их использовать. Я не знаю, о чем это. Но это то, что мне сказал Господь. Слава Господу. Хорошо, скажите, слава Богу. Аллилуйя. Но пусть пророчество не останется пророчеством. У многих людей пророчество из года в год. Из года в год. Из года в год. Пророчество, пророчество, пророчество. К пророчеству нужно приделать руки, ноги, уста и идти делать в соответствии с пророчеством. И тогда слово становится плотью. Пророчество было о рождении Мессии? Было. Но потом Бог приделал к этому слову руки, ноги, уста. И он ходил и делал все то, о чем о нем говорили. Слава Богу. Время пророчеством исполняться. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Господу. Теперь, когда мы говорим о чудесах, я понимаю. Все хорошо. Кушайте. Жуйте, там я их сдал. Все хорошо. Они чудесные. Я, знаете, я могу целый год, каждое воскресенье давать минимум одну причину, почему Бог делает чудо. Я нашел 52-55 причин, почему Бог делает чудеса. Но все-таки я вижу первую главную причину, это чтобы забрать у человека боль. Просто чтобы человеку не было больно, чтобы он не страдал, чтобы он чувствовал себя хорошо в жизни. Вот это главная причина для чуда. То, что потом люди видят, что это Иисус сделал, что Он жив, что чудеса привлекают внимание к Иисусу, приводят людей в церковь, всему это тоже есть место, это срабатывает автоматически. А что у вас с жилищными вопросами? Потому что Господь прикасается к жилищному вопросу вашей жизни. Слава Господу. И она не перестала любить цветы и стихи. Делает это, говорит Господь. Аллилуйя. Мы не говорим, что Он этого не делает, просто Иисус, Он... О, а разве Иисус может давать такие пророчества? Песни-песни почитайте. Аллилуйя. А Он творец всего, и когда люди встречаются, от кого это все? И как они себя там проявляют? Поэтому Иисус может это делать. Он вообще на комплименты вообще щедрый. Он не скряг, он любит поболтать. Он добряк. Он веселый. Он не зануда. Он тебя любит. Даже если ты накосячил, извините за французский. Я специально, чтобы вы запомнили эту фразу. Вы помните, в Египте они помазали косяки дверей? Кровью. Если ты накосячил, есть кровь для всех твоих косяков. Это французский был. Мне жена иногда говорит так, перестань говорить по-французски. Я говорю, я пытаюсь, я хочу. Ой, а что можно теперь косячить? А ты хочешь? Тот, кто хочет, он все равно будет это делать. Но мы не хотим. Но есть кровь Иисуса. Слава Господу. Иисус так любит тебя. Прям сильно-сильно. И теперь смотрите, конечно же, чудо нужно человеку. Это номер один. Но ты можешь иметь не только чудо, ты можешь иметь жизнь чудес. Понимаете? Жизнь чудес. Когда чудеса сопровождают тебя постоянно. Почему? Потому что Иисус с тобой постоянно, а Он творит чудес. Вы не представляете, как много людей в мире нуждаются в чуде. Фактически, наверное, сегодня нет на планете ни одного человека, который не нуждается в чуде. Даже если вы мне найдете человека, который абсолютно здоров. И вы найдете мне этого же человека, и у него все хорошо в семье. И у него есть обеспечение, он все равно нуждается в чуде. Почему? Потому что у него должно быть видение. А видение никогда человек не может исполнить сам. Поэтому Он дал тебе такое видение, что ты точно нуждаешься в чуде. Если твое видение не нуждается в чуде, любого рода, обеспечения, прорыва, знакомства с кем-то, я не знаю, это не от Бога. Иначе зачем тогда тебе Бог? Но Он тебе такую сумасшедшую идею даст. И когда ты это увидишь и услышишь, первое, что ты сделаешь, тебе захочется отказаться от этого. Я человек неречистый, косноязычный. Как я с фараоном пойду говорить? Моисей, успокойся, чудеса пойдут вместе с тобой. Аллилуйя. Любой человек нуждается в чуде. А еще лучше быть источником, нет, не источником, быть каналом для Божьих чудес. И сегодня несколько минут я хочу совсем немножко поговорить о чудесах. И я, конечно, могу об этом много говорить. Но вот что я хочу сказать, что твой Бог, это Бог чудес. Это Бог чудес. Исход 15.11. Вон на чем мы стоим. Кто, как ты, Господи. Как там написано? Вы не открывайте здесь. И там написано, там, святой между богами величен, творец чудес. Скажи, творец чудес. Не, он для вас не творит чудес. Кто, как ты, Господи, между богами, кто, как ты величествен, святостью, досточным хвалами, творец чудес. Скажи, творец чудес. То есть он не творил чудеса, он не будет творить чудеса, он творит чудес. Теперь, я сейчас буду поднимать планку. Если вы хотите чудо в своей жизни, вы должны знать, что природа чудес связана только с настоящим временем. Почему? Потому что Бог не во времени. Бог даже не в вечности. Это вечность в Боге. Это не Бог на небе. Это небо в Боге. Бог есть вот сейчас. Вот он есть. Это не отменяет временных аспектов, по которым мы живем. Из рамок которых мы не выйдем. Но Бог не во времени. Допустим, Иисус умер на кресте две тысячи лет назад, воскрес. А как вы получаете спасение с креста? Это не во времени. Есть три самых великих чуда. Больше которых за всю вечность никогда не было и никогда не будет. Номер один. Дева родила Сына Божьего. Это чудо номер один. Это великое чудо. Второе чудо. Это воскресение Иисуса из мертвых. И третье чудо. Величайшее. И я считаю, что оно самое великое. Хотя мы не сравниваем эти вещи. Это когда он взял ребенка дьявола и сделал его своим ребенком таким же, как Иисус. И поселился в человеке. Рождение свыше. Помимо Иисуса, мы не просто пришли к Богу. Он сотворил нас. То есть Он родил нас. И по природе мы такие же, как Иисус. Ничем не отличаемся. Как это возможно? Поэтому Давид говорит, вы боги. Иисус повторил, вы боги. Я не бог, но я такой, как Бог. И какой-то пример мы рассматриваем на наших детях. Он не я, мой ребенок, но Он такой, как я. И то, что Троица в тебе поместилась, пойми, вечный, который никогда не начинался. Подумай, вот не только в будущее, как бы смотри. Он никогда не начинался. Он всегда был. Сколько это лет назад туда? Ну нельзя временными рамками даже измерить. И Он всегда есть и будет. И вселенная Его не вмещает. Он поместился в тебе. Ефесянам 4,6 Отец в нас. Колоссянам 1,27 Христос в нас. 1 Коринфянам 6,19 Дух Святой в нас. В тебе поместилась вся Троица Божья, которая не начинается, не заканчивается. Получается, тогда внутри ты должен быть таким, кто не начинался и не заканчивается. Тут есть о чем подумать. Ты красавчик. Может быть, знаешь, может быть я временно тупой, но во мне Троица. Понимаете? Это удивительно. Вы знаете, что я шел на золотую медаль в школе? Знали, нет? Мне 14 пятерок не хватило. У меня одна была по физкультуре. Я как бы первый шаг сделал. Я не знаю, захотите ли вы меня сейчас слушать, но вы знаете, что в первом классе не ставят оценки детям. Мне в первом классе на первом уроке первого сентября поставили двойку. И теперь я вас еще чему-то здесь учу. Я не говорю, что нужно остаться тупым. Нет. Будь профессионалом. Хорошо? Это просто другая тема. Будь профи в том, что ты делаешь. Расти, развивайся, будь профессионалом. Делай лучше всех. Но я о другом хочу сказать. Бог поместился в тебе. Он сделал величайшее чудо. Теперь, вы помните этот день, когда он в вас поселился? Бог берет эту девочку в будущее. И в большее. Она будет слышать Господа. Уже с раннего возраста. Аллилуйя. Она будет являть собой чистоту Господа. Как будто бы непринужденно. Но рядом с ней люди будут ощущать эту святость Господа. И что-то пророческое есть в ней. Теперь смотрите. Я хочу вам задать вопрос. Вернитесь в тот день, когда вы приняли Иисуса. Вы помните этот день? Это грех забыть этот день. Я помню, что я верил в Иисуса до этого дня. На Пасху. Да? Или я один такой там? Ой, я себе рассказал истории. Как мы верили? Я помню, мы были в тюремной камере. А Иисус меня и посетил в тюремной камере. Он пришел ко мне. А мне брат Библию передал. И мы с пацанами сидим и думаем, что за книга такая Библия? Вы же в Библии. Что за книга такая? Говорят, тут про Горбачева что-то написано. Миша Меченый, там Чернобыль. Что за книга такая? Это же мы сидим. И один говорит, давайте почитаем ее. Говорит, ну давайте. И открыли, так знаете, сделали так. Чик. И написано. Народ мой будет 400 лет в рабстве. Помните, Бог об Израиле говорит, да? Сидим, думаем. О чем речь? И тут один, через минуту, точно. Знаете, откровение выходит. Точно. Это же Киевская Русь. Была 400 лет в рабстве у монгола татар. Мы еще историю, оказывается, не знали. О, Господь. Зачем я это рассказал, сам не понял. Короче, я хочу вот что сказать. Что ты крут. Потому что Бог в тебе. Более того, Он еще и на тебе. Потому что Дух Святой на нас. Более того, ты еще в нем. Ты крут. Я тебе говорю, ты реально крут. Слава Господу. Кто из вас смотрел фильм «Астерикс и Обеликс»? То есть знаете, о чем идет речь, да? Видишь, пастор, вместо того, чтобы молиться, они фильмы смотрят. Я шучу. Нормально, я сам смотрел. Вы помните, в чем там был принцип этого фильма? Значит, там было зелье. Вот один, там Астерикс, выпивает его и становится сверхъестественным. И он там бегает, как электроник, там всю римскую армию. Такой сверхъестественный. Короче, нет ничего невозможного для него. А потом Алексей перестает действовать. Так? Ему надо пить снова. А вот Обеликс, его в детстве уронили в елей. Ой, в елей говорю. Взяли это. И он всегда был сверхъестественным. То же самое произошло с тобой, когда ты был крещен Духом Святым. Тебя уронили в помазание. Тебя уронили в сверхъестественное. Ты всегда такой. Всегда. Аллилуйя. И чем ты немощный, тем больше силы Божьей будет течь. Немощный не значит ничего не делаешь. Немощный ты осознаешь, что без него ты ноль. О, я ноль. Хорошо, ты ноль, он единица. Вместе вы десять. А я два нуля. Тогда сто. Добавляй. Мне умоляться, ему возрастать. Его сила работает в немощи. Аллилуйя. И вот к чему я веду. Однажды Бенехин должен был идти на свой Крусейд вечером. Бенехина слышали, знаете, да? И он смотрел мультик перед Крусейдом. Мультик. И он вот так засмотрелся, что он опоздал на собственный Крусейд. Все же думают, что Бенни там молился. Мы знаем, что Бенни молится. Да? И он говорит, вау. Все, быстро приезжают на Крусейд. Он выходит на сцену, берет микрофон и говорит одно слово. Аллилуйя. Кстати, он будет в Киеве. В мае. И пятьдесят человек с инвалидных колясок. И встали. Короче, прошло собрание, все классно было. Он приезжает в гостиницу. Говорит, Иисус, что это было? Я смотрел мультик. Я не успел помолиться. Я опоздал на это. Я сказал одно слово. Пятьдесят человек стало. Что это было? И Бог ему говорит, Бенни, просто ты здесь ни при чем. Слава! Я молюсь не для того, чтобы служить. Я молюсь, потому что он мой возлюбленный. Я не для работы молюсь с ним. Просто я время с ним провожу. Я кайфую с ним. И мы наслаждаемся друг с другом. А чудеса, служение, это все уже вытекает просто из наших взаимоотношений. Скажи, молиться надо. Но не для того, чтобы, а потому что. Молитва не делает чудеса. Чтение Библии не делает чудеса. Иисус делает чудеса. Ты, да, ты познаешь его, познаешь все, что нужно. Мы же не отрицаем. Не говорите, что Богдан приехал, мне надо молиться. Я этого не говорил. Я этого не говорил. Но это все благодать. Это все. Это просто то, что он делает. Да, он может показать тебе путь. Но путь не является ценой. Хотите еще одну бомбу вам заброшу? Я напрягу вас немножко. Вы где-нибудь читали в Библии слово, ты должен заплатить цену за помазание? А все говорят, надо платить цену. А я думаю, а что помазание предмет торговли? Конечно, я знаю, о чем мужи Божьи говорят. Я понимаю. Все хорошо, когда будете читать. Но нужно понять. Цена это всего лишь путь. Но не причина. Единственное, с чем Бог с нами не поделится, это причиной. Почему? Или потому что он источник. Ваш ребенок может вам чем-то заплатить за ваше деяние. Песни песней написано, 8-6. Что если бы кто за любовь давал золото, будет отвергнут с презрением. Аллилуйя. Чудеса это благодать. И когда я, пастор, я понял, что чудеса благодать, прорвались чудеса. А я все пытался вымолить. Слушайте, количеством молитвы вы не накапливаете силу Божью в своей жизни. Помазание не накапливается в вас. Помазание пленяет вас. Оно захватывает вас. Я переживал множество чудес, когда я вообще не молился. Я помню, как только начинал проповедническую деятельность. Я так готовлюсь к собранию. Ну, пришел там собрание. Приезжаю на другое собрание, помолиться не успел. Был в дороге. Такие чудеса. Говорю, Господь, я не понял. Так мне готовиться или не готовиться? Уже когда я не готовлюсь, Бог берет вас в новое. Вот женщина в красном. Петровна? Я, кстати, Петрович. Бог берет вас в новое и в большее. Он мне сказал только что. Аллилуйя. Он говорит, нет, просто не уповай на свою подготовку. Чудеса делает он. Потому что когда ты знаешь, что чудеса делает он, тогда ты и славу ему воздашь. А когда он знает, что ты воздашь ему славу, вот тогда он будет использовать тебя могущественно. Тогда будет. Хотите быть церковью чудес? Всегда воздавайте Богу славу за чудеса. А как вы можете это сделать? Давая свидетельство. Я заметил, Бог любит это. Там, где есть свидетельство, там всегда чудес будет много, много, много. Вот почему я постоянно свидетельствую о чудесах. Зайдите на мою страничку в Facebook. Вы знаете, что соцсети были уже в Ветхом Завете? Давид говорит, буду между народами возвещать чудеса твои. Разве это не Facebook? Ну, я шучу немножко. Аминь. Давайте славу Господу дадим. Давайте аплодисменты. И еще то, что Господь мне сейчас говорит, что Он дает вам финансы на более высоком уровне. Вы спросите, говорит Господь, почему не раньше? Господь говорит, потому что Я хотел приготовить. Я не хотел испытать тебя, но Я хотел приготовить тебя и сделать твои руки сильными. И Я вижу сердце. О, это так интересно. Я вижу сердце, которое делает мышцы сильными. Думайте об этом духовно. И когда мышца сильная, рука может удержать больше. И Бог работал с сердцем, чтобы накачалась мышца ручная, чтобы вы могли принять больше от Господа. И Господь говорит, что дело Евангелия будет обеспечено в полной мере. Потому что Господь говорит, я никогда не планировал недостаток для моего Евангелия. Он говорит, единственное, что было препятствием, это мой народ желал слишком мало. Аллилуйя. А мы желаем много. Кто-то скажет, Богдан, а любовь же не ищет своего. Я, конечно, не ищу своего, я ищу Божьего. И все Божье. Аллилуйя. Слава Господу. И не дает мне Иисус к проповеди перейти. Может, обойдемся без нее. Но вот что он меня побуждает рассказать вам. Однажды я был в одной стране, очень дружественной к нам. И там была группа из Китая. И была пастор, и была ее молодежная группа. И мы бы жили в одной гостинице, они пригласили, чтобы я с ними позавтракал. И хорошо, что я перед этим поел, потому что китайская кухня – это очень приятная кухня на запах. И чтобы вы поняли суть истории, которую я вам расскажу. И знаете, когда Бог побуждает дать свидетельство, Он делает это только по одной причине. Знаете, почему? Потому что свидетельство привлекает ту же силу, которая сотворила это свидетельство. И там, где звучит свидетельство, значит, та же сила доступна прямо сейчас, здесь. Они побеждают кровью Агнца и словом свидетельство. Свидетельство – сильная штука. И эта женщина была спасена, когда она стояла с двумя детьми на руках на рельсах поезда. И она жила на мусорке, она хотела убить себя, детей. И когда поезд уже приближался, какая-то невидимая сила просто ударила ее, она вылетела прямо перед поездом с рельсы. Короче, была спасена, потом ей кто-то проповедовал, она спаслась. И в той местности, где она живет, там очень сильное гонение. В Китае, может быть, одни из самых сильных гонений, которые на территории Китая есть, это именно там. Ее часто приезжали, били там милиция. Она пастор, ее приезжали, били. Однажды милиция приехала к ней, сбили ее. Она говорит, вы не уедете отсюда, пока не покаетесь. Они полдня ездили по этому городу, не могли выехать. И они приехали перепуганные и сказали, прости нас. Она говорит, вот теперь езжайте. И там они уже боятся ее. Но там гонение, все эти вещи. И вы поймете, к чему это рассказал. Бог берет тебя больше, Вадим. Аллилуйя. И знаешь, и Бог будет тебя сверхъестественно поднимать. Это похоже на перевернутый парашют. Потому что я вижу у тебя странную картину по-человечески. Я вижу перевернутый парашют. Обычно с парашютом спускаются сверху вниз. А у тебя парашют направлен вверх. И как будто бы ты сверху, и ты полетишь наверх. Ты скажешь, о чем, Господи? Сверхъестественный подъем. Сверхъестественный. Это сильно. Я бы тоже хотел такое пророчество. Но если вы были в Китае... А нет, я лучше так начну. И я вот пришел на завтрак. И может вы будете в Китае? Там есть чем заняться. Там полтора миллиарда жатвы. И Бог начал через меня говорить этой женщине-пастору. И на какой-то момент я оказался полностью в духе. Я редко делюсь видениями, но в данном случае... И я верю, что это было больше, чем видение, потому что я кое-что делал в этом видении. И я... Знаете, и в духовном мире все происходит быстро. И я вижу границу Китая. И перед китайской границей, но не на территории Китая, стоит огромный золотой куб. Золотой, огромный, аж до небес. И я знал, что это преуспевание для китайской церкви. Если вы были в Китае, вы знаете, что церковь в Китае очень бедная. Почему? Они не научены. У них есть богатые люди в церкви, но сама церковь очень бедная. Почти все пастора работают, ну, такой работой. То есть, ну, они не занимаются пасторством все время, потому что не заботятся о пасторе. Хорошо позаботиться о пасторе. Два человека. Уже что-то энтузиазма меньше стало. Надо поддерживать руки Моисею. Аминь. Потому что, когда его руки простирались, народ Божий побеждал. Твоя победа зависит от того, простет ты руки к служению пастора или нет. Они не выкручивали руки Моисею. Они поддерживали руки Моисею. Ну, короче, не хочу терять вот фокус истории. И я в духе спрашиваю Господа, говорю, Господь, почему преуспевание не заходит в китайскую церковь? И мой взгляд с неба перевел прямо вниз туда, где стоит куб, где граница Китая. И я увидел беса. Я увидел бесенка. Вы знаете, что бесы есть? Они сегодня иногда изгоняют еще верующих. Но Иисус сказал, чтобы мы изгоняли беса. Но мы это изменим. Надо вам, чтобы я рассказал, как я в психбольнице служил. Но это было сильно. И он уперся в преуспевание китайской церкви. Вот такой вот, пастор. Вот такой вот. А куб огромный. И он его умудряется сдерживать. Я изумился. Говорю, Господь, кто это? Мне Иисус говорит, это дух невежества. А Иисус знает, что я библейский человек. Мне надо сразу местописание. Осия 4, 6. За недостаток знания гибнет народ мой. Бог дает вам новое. И Бог даст вам преуспевание. Жилищные вопросы Он будет решать. Он даст вам слишком много, чтобы показать на вас, какой он. Аллилуйя. А у вас есть дети? Сколько? Четверо. Я ничего не сказал. И знаете, и когда... Ну, ладно. Господь сам знает. И когда я увидел этого бесенка, я говорю, во имя Иисуса убирайся. И этот бесенок исчез. И я открываю глаза, смотрю, это пастор уже лежит. Все стоят молятся. Кто на коленях, это молодежь китайская. Она лежит. И я как бы опять оказался здесь. И они уехали. Через неделю государство выделило ей миллион на постройку здания церкви. Вау. Вау. Я верю. Потому что я два раза это услышал. Это не единственное здание церкви для вас. Вы построите еще больше. Это я пророчествую. Вот увидите. Но... Поймите, вот почему я рассказал, что такие гонения на нее, а тут через неделю после видения ей выделяют миллион на постройку здания. Слава Господу. Бог есть Бог чудес. Аллилуйя. Скажи, мой Бог творит чудес. Я еще минут 10-15 возьму проповедь. Но вот эта женщина, она шла сегодня... Можно вас? Как вас зовут? Она плохо слышит. Она уже хорошо слышит. Вы, наверное, не были с нами у входа? Кто был? Они видели. Они видели. Знаете, как вас зовут? Наталья. Наталья. У меня сестра Наталья. Что-то у вас тут одни все. То Петровна, то Наталья. Она сказала, что она плохо слышит. Ну и, конечно же, я помолился за нее у входа. Вот. И давайте еще раз мы покажем, что Иисус сделал. Повернитесь. Скажите, один. Один. Два. Два. Я красавица. Я красавица. Я красавица. Я умничка. Я умничка. Я бусинка. Она же не хочет об этом говорить. Я бусинка. Один. Один. Ладно. Два. Два. Дети есть? Дети есть. Внуки есть? Внуки есть. Добра желаете? Конечно, желаю добра. Здоровья желаете? Здоровья желаю. Долголетие. Один. 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 Два. Два. Один. Один. Два. Два. Три. Три. Четыре. Четыре. Пять. Пять. Один, два, три, один, два, один. Идите присаживайтесь. Давайте Богу большие аплодисменты дадим. И когда это произошло на ступеньках, вот почему я говорю, что это и есть христианство. Вы понимаете, это не только здесь, и здесь. Здесь, что-то Бог смеется с тебя, чем-то Он тебя удивит, что-то Он тебе сделает подарок. Сколько детей у вас? Четыре. Слава Господу. Скажи, мой Бог делает чудеса. Аллилуйя. Вы не можете рассматривать Бога, не учитывая Его чудотворную природу. Знаете, когда появилось слово чудеса, после грехопадения. Почему? Потому что то, что делает Бог, Бог говорит, что ты большое благословение. Знаешь, и Бог... Иди сюда, чтобы ты видели, о ком я говорю. Бог показывает мне картину, что когда... Иди сюда, скромно. Он говорит, что когда ты играешь на клавишах, я вижу, что твоя музыка материализуется в тронном зале Бога. И я вижу, что она материализуется, если можно так сказать в кавычках, потому что это то, на что способен мой разум, в спальной комнате Иисуса. Он не спит, но это вот такое место для Иисуса, где вот он, как будто бы он как сам находится, и он переживает покой и наслаждение. Вот там вот твоя музыка воспроизводится, и она материализуется там в листья, которые будут свести всю вечность, говорит Господь. Аллилуйя. Слава Господу. Я помню, пророчествовал, двум бэк-вокалистки стояли. Я тебя где-то видел раньше? Вот мне рядом вот. Не виделись мы нигде раньше? Такое лицо знакомо. И стоят две бэк-вокалистки. Это я был в Житомире. Не, не в Житомире, в стране очень дружественной к нам. И Бог начинает мне показывать видение. И я вижу, что от одной, когда поет, хвала к Богу Отцу заходит в правое ухо. Я вижу тронный зал, я вижу силуэт Бога. Я не видел лица, но я видел силуэт, и я знал, что это Бог Отец. А от второй заходит в левое ухо. И добирается хвала до сердца Папы, от его дочерей. У кого есть дочери, вы знаете, что это такое. О, когда ты слышишь свою дочь, это... Ой-ой-ой, тебя, извините за монгольский, но прет не по-детски. Ну и когда сыновья тоже. Но смотрите, я начинаю видеть, что с сердцем Отца происходит что-то, что я даже описать не могу. Что-то такое с его сердцем происходит. И я им рассказываю это все, а не могу сказать, что с этим, что происходит. Я минуту стоял, вычислял, как мне подобрать слово, которое опишет, что происходит с сердцем Отца, когда его дочери ему поклоняются. И я первый раз в жизни произошло такое слово. Оно пришло просто. Я говорю, ваша хвала взбаламутила сердце Отца. И одна бэк-вокалистка говорит, знаете, как моя фамилия? Говорю, как? Она говорит, Баламутова. Слава Господу. Аллилуйя. Наш Бог есть Бог чудес. И когда ты смотришь через призму того, что Бог есть Бог чудес, ты начинаешь снова мечтать. Ты начинаешь чего-то желать. Ты начинаешь видеть ограничения не препятствиями, а возможностями Богу что-то сделать для тебя, а Ему еще это нравится. Я всегда своих детям всегда говорю, пожалуйста, просите меня, чтобы я что-то для вас сделал. Не лишайте меня благословения. Пап, я сам могу доехать. Нет, я хочу тебя отвезти. Вы понимаете? И все время что-то делаешь для них, получаешь удовольствие. Но поймите, до грехопадения, это была просто обычная работа Бога. Ну там, это не чудеса для Него. Но когда произошло грехопадение, и человек был отделен от Бога, и появилась эта невидимая черта между духовным и физическим миром. И вот чудеса – это сверхъестественное вмешательство Божье в наш физический, естественный ход жизни, природный ход, и все эти вещи, которые происходят. Но твой Бог – это Бог чудес. Исайя 9,6. И нарекут ему имя Чудный. В еврейской Библии это слово описывает больше не то, что он чудесный, хотя он такой есть, а тот, кто имеет чудотворную природу. Друзья, если чудес нет, мы не докажем, что, о, Иисус жив. О, ну в Библии же написано. Слушай, Библия, она для двух миллиардов человек. Остальные люди верят в другие книги и умирают за них. Ты не можешь им прийти и сказать, я верю, что Иисус воскрес. Поэтому Петр и Иоанн идут в храм. А вместе написано, помните? Апостолы ходят вместе. Так на будущее, если ты хочешь быть апостолом. Но хочешь быть апостолом, подумай два раза. Знаешь, где апостолы начинают свою работу? Швабра! И пошел туалеты мыть. В церкви. Но когда я знаю, для кого я мою, мне уже не важно где. Поэтому я делал все. И сейчас бы готов делать. Но Бог не разрешает. Говорит, иди другими делами занимайся. Но это честь в Доме Божьем. Кто здесь убирает в Доме Божьем, на небе в тронном зале будет трудиться. Так что записывайтесь в группу порядка. Пока есть время. Он придет, потом не будет времени. Они идут вместе, приходят в храм, поднимают этого храмова. Толпа сбегается. Петр говорит, вы знаете этого. И вы знаете. И он говорит, что вы смотрите на нас, как будто бы мы свои силы это сделали. Своим апостольством. Своим папством. Папа римский. Все он по священник, пастор. Нет, что вы на нас смотрите? Но вы начальника жизни убили, а Бог воскресил его из мертвых, и ради веры во имя его им этот поставлен. И если вы не верите, что Иисус воскрес из мертвых, тогда как этот ходит? Как он тогда ходит? Они могут спорить с твоими словами, но только не с чудом, которое видят их глаза. Фарисеи сказали апостолам, ими сделано явное чудо, и мы не можем этого отвергнуть. И он говорит, всему Иерусалиму известно. Есть чудеса, которые пробуждают целый город. Можно еще одну бомбу брошу? Сегодня много бросаю. Я что, уеду в понедельник? Где нет чудес, там нужно много печенья и чая. Кто в теме? Я за печенье и чай. Я знаю. Аллилуйя. Скажи, мой Бог воскрес из мертвых. Теперь докажи это. Говорить легко? Ну, у нас есть доказательства нашей веры. Чудеса. Иисус говорит, если я не делаю дел отца, не верьте мне. Должно быть что-то более убедительное, чем слова. Слова без чудес, это информация. Слова с чудесами, это Евангелие. Павел говорит, мое слово было у вас. Не только в слове, но в силе. Творец чудес живет в тебе. И он не изменился. Ни в своих желаниях, ни в своих возможностях. Дай ему место в своей жизни. Аллилуйя. Слава. Хочешь увидеть чудо, посмотри в зеркало. Я иногда стоял и говорю, о, Господь, смотри, у меня палец есть, шевелится, при коже тянется. Я чудо чудное. Вот я живу, у меня сердце бьется, у меня сзади проводков нет. Как оно бьется? Как кровь вообще движется по мне? Что ты делаешь для того, чтобы твое сердце билось? Чудо. Чудо. Каждый день. Ты веришь, что чудо происходит, когда ты бросаешь пищу в желудок, что она из тебя выйдет? Аминь. Мы постоянно видим чудеса. Дай так, чтобы повеселить вас. Итак, хорошо, он чудный. Несколько чудес и будем молиться. Наш Бог делает творческие чудеса. Скажи аминь. Я был в одном городе. Когда вы в Библии читаете слово увечный, что Иисус исцелял увечных, слово увечный обозначает, что у человека отсутствует какая-то часть тела. Вы помните, когда Иисус преподавал притчу, она немножко о другом, но чтобы вы поняли. Он говорит, если тебя соблазняет рука твоя, отрежь ее, и лучше тебе увечному войти в царство. Значит, отрезанная рука или человек без руки называется увечие. И Библия говорит, что много увечных приходило к Иисусу и получали чудеса. У меня есть друг, он молился за человека, у которого не было ноги полностью, она выросла. Вот так вот. Вот так вот. Я говорю, слушай, как ты это сделал? Он говорит, я этого вообще не делал, это Иисус сделал. Я говорю, научи меня это делать. Он говорит, как я тебя научу делать? Он мне говорит, есть только одно моментальное послушание. Моментальное послушание. Сначала он тренирует твое моментальное послушание на десятине. Это для первого класса. Потом он тренирует твое моментальное послушание на заповедь исполнения любви. Знаете, однажды Иисус спросил меня, говорит, Богдан, хочешь быть похожим на меня? И он так спросил, что я точно отвечу, так как он этого хочет. Я же не могу сказать, не хочу. Но я чувствую какой-то подвох. Есть в этом вопросе, поэтому я промолчал сначала. Я думаю, к чему он клонит? Я говорю, ладно, Иисус, хочу. Он говорит, тогда проси прощения всегда первым. Я говорю, Господи, лучше бы я этого не слышал. Почему? Я же несу ответственность за то, что я слышу. Теперь и вы несете ответственность. Ой, Богдан, кто тебя за язык тянул? Я это услышал, что? И моя жена знает. И мне, конечно, легче сейчас, когда жены нет, намного легче проповедовать. Она просто знает меня дома. Но она знает, что на 95% я справляюсь. Господи, ну она виновата. Я знаю, о прощении иди проси ты. Так она же тебе еще и славу воздаст за то, что я извинился. Да, воздаст, я получу славу. Она виновата, а ты извиняйся. Ну, вот попал. Но когда ты любишь, ты свободен. Это такая свобода. Это такая житуха. Аллилуйя. Я был в одном городе, и одна женщина попросила молиться. В стране очень дружественной к нам. Я там очень часто бываю. Но она говорит, Богдан, у меня ВИЧ. Она на собрании была. И я помолился за нее. Но я помню силу, которая коснулась ее. И через три дня она мне пишет такую вот историю. Говорит, Богдан, когда ты помолился за меня, а я когда-то была беременна, и ей делали кесарево сечение. И у нее были большие проблемы с этой операцией. Ей вырезали два яичника во время кесарева. Сечение там, потом матки, трубы перевязали. А на матку операция была, трубы перевязали. В общем, такая ситуация была. Но говорит, но когда ты помолился за меня, на следующий день я почувствовал такой сильный дискомфорт здесь. Болезненный дискомфорт. Как будто бы, вот я так чувствовала себя в беременности, как будто я чувствовал, что у меня ребенок есть. Ну, понятно, что у него не было ребенок после молитвы. Но такой дискомфорт, что мне пришлось пойти к хирургу, который делал мне операцию, который вырезал у меня яичники, который сделал операцию на матке. Говорит, я пришла к нему, и он послал меня на рентген. Когда снимки пришли к нему, там было два новых яичника. Слава! Аллилуйя! Я бы хотел увидеть глаза врача, когда... Вы понимаете, он же их вырезал. А тут они есть. Я видел иногда этот взгляд неверующих людей, когда с ними происходит чудо. Знаете, это немножко такой, извините меня, прибацанный взгляд. Знаете, как у коровы, которая стоит, смотрит, она куда-то смотрит, она не может понять, что она видит. И они смотрят на чудо. Как, знаете, манна, что это? И в этот момент ты говоришь, Иисус это сделал. Он сказал, хочешь принять его? Он сказал, у тебя органы, женщины, как будто бы, которые никогда не рожали. И ни одного рубца на матке не осталось. Иисус делает творческие чудеса. Он Бог творческих чудес. Слава! Может быть, тебе надо сегодня творческое чудо? Почему бы тебе не попросить у него? Я понимаю, что для зубов нужны творческие чудеса. Я был на Тибиен в Израиле. И там в прямом эфире мы молились. И я начал молиться о творческих чудесах. И я молюсь, Бог, создай там части тела. В это же время женщина в одной стране смотрела и слышала эту молитву. И говорит, Господь, у меня кошка страдает кровотечением. Там кровь из нее вытекает. Исцели ее. И создай мне три зуба. Потому что у меня их нет. И я молился в это время. И в это же время Бог исцелил ее кошку и создал ей три зуба. Он Бог творческих чудес. Аллилуйя. Хорошо. Чудеса не отменяют работу. Они не покрывают лень. Но Бог делает чудеса. Я хочу рассказать одно финансовое чудо. Я был в одном городе. И я дал пророчество одному парню. И я говорю, Бог даст тебе возможность купить квартиру. Чего я не знал? Что у него семья, они не могут иметь квартиру, потому что у них денег нет. У них очень плачевная ситуация. И там еще с работой были проблемы. А Бог сказал. Через два дня. Скажите, два дня. Жена говорит ему, иди вынеси мусор. Он выносит мусор, смотрит, лежит коробка. Дух святой говорит, открой ее. Он открывает, а там 68 тысяч долларов. На мусорнике. Он смотрит на нее. И начинает ходить вокруг мусорника. Думает, что подстава. Я говорю, ты что, я бы сразу взял бы и побежал бы. Он походил, посмотрел, взял. Принес десятину в церковь. Видишь, как хорошо. И купил трехкомнатную квартиру. Если Бог может дать деньги на мусорке, Он может тебя благословить. Он делает чудеса. Он 40 лет делал чудеса обеспечения в пустыне. Аллилуйя. Когда я услышал эту историю, я выносил мусор. И осознанно, не осознанно я обсмотрел мусорник. Я не религиозный человек. Слава Господу. Еще один вид чудес. Конечно, о чудесах исцеления можно было бы много говорить. Я был в прошлом году в одной кафешке. Итальянская кафешка в Киеве. И одна женщина, которая не ходит в церковь. Но я думаю, она точно призвана быть евангелистом. Потому что она не верующая, но мне своих знакомых поставляет для молитвы. Она такая прям... Я говорю, ты как евангелистка. Она еще не спасенная. Но дар евангелиста точно в ней есть. Но у нее просто сердце. Большое сердце. И она организовала встречу. И приехала женщина с ребенком. И ребенок болен раком. Ребенку 7 лет. И выключите телефон, пожалуйста. И я видел, что ребенок, даже у него кожа потемнела. Выглядел он очень плохо. Знаете, там прославления не было в этой кафешке. Там какая-то итальянская музыка играет. Атмосфера... Вы знаете, я не нуждаюсь в атмосфере. Я создаю атмосферу. Аминь. Аллилуйя. О, создавай давление на давление. Создавай атаку на атаку. Аминь. И я помолился за него. И они уехали. Чего я не знал. А, и проходит какое-то время. И эта женщина мне рассказывает. Она писала мне, говорит. Мы едем в Италию сдавать анализы. Мы были 2 месяца назад в Италии. Или там 3 месяца. Потому что там есть какой-то аппарат, который более точный, чем все даже у нас в Украине. Какой-то там крутой аппарат. И мы поедем сдавать анализы. Чего я не знал. Что когда они были в прошлый раз в Италии, до встречи со мной, когда мы не были знакомы, врачи диагностировали ему рак. И сказали срочно везите его домой. Ему осталось 2 месяца. Мальчик 7 лет. 2 месяца. И потому что он через какое-то время будет нетранспортабельный. Срочно везите его в Украину, потому что можете не успеть. И ему дали 2 месяца жизни. И вот они вернулись в Украину и встретились со мной. Но мы понимаем, что я не целитель. Просто это часть истории. И я помолился за них. Я не знал всего этого. И когда они поехали к тем же врачам, они были в шоке. Они не поняли, что произошло. Но мальчик здоров. Слава! Аллилуйя! Он у меня есть на видео на фейсбуке. Бог делает чудеса. Я ненавижу рак. Я ненавижу рак. Мне не все равно. Хочешь чудеса? Люби людей. Хочешь чудеса? Будь сострадательный. Не жалюстный. Жалость не решение. Сострадание это соучастие. И мы наступаем на рак. И мы изгоняем. Есть ли здесь люди больны раком? У вас рак? Где у вас рак? Вы чувствуете боль? Когда нажимаете там. Нет боли? Чуть-чуть, да? Это что, печень? Легкая. У вас тоже рак? А где у вас рак? Там опухоль? Вы чувствуете боль? Опухоль чувствуете, если будете нажимать? Окей, идите сюда оба. И клавишник. Смотрите. Вам поможет мужчина подняться. Или братья там, помогите подняться. Вам не трудно сюда подняться? Давайте верить в чудеса. Аминь. Останьте пока здесь. Слава Господу. Куда приходит царь жизни, смерть, повинуется. Аминь. Завтра и послезавтра я буду больше рассказывать об исцелении глухих, слепых. Все это уже происходит. Мы все это видим. Бог делает чудеса. Творческие, финансовые. И еще одну стиль чудес хочу один рассказать. Просто благословить вас. У меня есть один знакомый. Он в одном городе работает в горсовете. Он депутат там. Он верующий брат. И мы с ним общаемся, общаемся. И я начал ему рассказывать о помазании ускорения. И я ему говорю, все происходит сейчас намного быстро, если ты знаешь, как с этим работать. Просто сейчас нет времени. Знаете, как мир на Феррари, а церковь на телеге едет. Надо что-то поменять. Все происходит намного быстрее сейчас. Если ты знаешь, как это работает. Если ты знаешь. Одну закидуху тебе сделаю. Знаешь, раньше, если бы я на лошади сюда ехал, может быть, я неделю бы ехал. Сейчас я доехал за пять часов. Если ты знаешь, как это работает. Но. И он мне опять перезванивает. Говорит, слушай, давай помолимся за моего друга. Я только что разговаривал с моим другом. Он работает в одном отделе. В одном месте. Но у него есть, я знаю его тайную мечту. Он хотел бы однажды руководить этим отделом. То есть это не было, знаете, его желание не приводило его к интригам. А просто вот он хотел, чтобы больше реализовывать свой потенциал. Давай помолимся за него. Говорю, хорошо. И я помолился. И я почувствовал, что мне нужно сказать ему, что с ним может что-то произойти очень быстро. И я брату рассказал. Он звонит на следующий день. Дрожит голос. Он говорит, Богдан, что произошло? Его сегодня сделали начальником этого отдела. Ты можешь иметь самую лучшую работу, о которой ты только мечтаешь. Еще одно расскажу, только никому не рассказывайте. У меня есть одна знакомая. Она судья. В Киевской области. И раз в пять лет в Украине происходят перевыборы судей. Я не знаю, если вы знакомы с этой процедурой. И она позвонила мне, говорит, Богдан, в Верховную Раду подали наши списки. А ее начальник в суде не очень хотел ее двигать. Он хотел там своих родных двигать. Но мы понимаем, почему. И подали 213 судей на рассмотрение Верховную Раду. Нет, подали чуть больше. Подали чуть больше. Приняли 213, а она была 214. Ей не хватило одной ступеньки. И сессию закрыли в Верховной Раде. В 8 вечера закрыли. А перед этим, перед рассмотрением, она мне позвонила и сказала, говорит, Богдан, молись. И из меня вышла молитва. Я говорю, Господь, завет твой. Они дают тебе десятину. Пожалуйста, благослови их. Она перезванивает в 9 часов вечера. Говорит, Богдан, я не знаю, что происходит. Сессию закрыли. Списки утвердили. И через час меня вносят 214 и берут меня судьей. Аллилуйя. Слава Господу. Если бы было время, я бы рассказал, как моя дочь подросткам получает чудеса. Все возможно подросткам. Слава Богу за родителей, но Бог может больше. Аллилуйя. Мы ехали на служение к Бенихину. Вы ничего, что вы здесь стоите? Может быть, чудо уже с вами происходит. Уже происходит. Но, а моя дочь поехала чуть раньше, там молодежное было собрание. А я должен был приехать позже. Сижу дома. Дочь мне пишет смс, говорит 12 лет. Говорит, пап, я хочу купить тебе iWatch. Знаете, что такое iWatch? Это электронные такие часы, которые с телефоном соединяются. Они стоят 400 долларов. Говорит, доченька. И она мне говорит, пап, посмотри, сколько в интернете стоит. Говорит, доченька, а где ты деньги возьмешь? И тут я начал тупить. Она говорит, пап, ты мне всегда все покупаешь, я тоже хочу сделать тебе подарок. Говорит, доченька, а где ты деньги возьмешь? Я у Иисуса попрошу. Посмотри мне быстро, сколько это стоит. Я пишу ей, да не, ну где же ты возьмешь? Такой тормоз я включил. Слушайте, родители так тормозят иногда. Но иногда надо, но иногда слишком. И так я не искал. Я даже не верил, как она мне может сделать подарок. Через час мы встречаемся с пасторами, прежде чем пойти на собрание к Бене. Сидим за столом. Слушайте, час или два прошло. Один пастор говорит мне, у меня есть слово для твоей дочери. Исайя 55, 1. Покупайте без серебра и золота. Снимает iWatch со своей руки и говорит, это тебе, твоей дочери. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Слава! С ним возможно все. Он творит чудес. Теперь ты возвращаешься в тот день, когда ты был спасен. Самое великое чудо, которое с тобой могло бы произойти. И любое чудо, которое тебе сегодня нужно. Спасение твоих родных, близких. И сейчас нет времени рассказать, как Иисус меня в тюрьме спас. Поэтому твои молитвы работают. Если он ко мне там пришел. Я там принял его. Не знаю его. Ну ладно. Самое большое чудо за всю вечность с тобой произошло. Сколько времени на это потребовалось? А можно бомбу в четвертую заброшу сегодня? А потом нас научили ждать чудес. Я не вижу Иисуса завтрашнего дня. Я вижу, что все чудеса он делал сейчас. Ты скажешь, Богдан, ну мой разум сразу же сталкивается с вопросом, как? А вот здесь вот и нужна Библия. Чтобы проводя время в Слове Божьем, ты привел свой разум и тело в соответствие, что это сейчас. Я не могу слепым сказать, завтра ты будешь свидетель. А если чудо не произошло, это не мой вопрос. Но чудеса всегда происходят сейчас. Сейчас. Высвободиться сейчас. Ты скажешь, а что мне делать после этого? Живи верой. Ты принимаешь поверье. О, я не получил чудо. Что тебе сказала, что ты не получил чудо? Видимое. А ты чем живешь? Видимым или верой? Ты свое спасение увидел, что ты его получил? Нет. Но ты не проверяешь это чудо. А почему ты другие чудеса проверяешь? О, не произошло. А вот дьявол у тебя и пытается его украсть прямо сейчас. Когда за тебя молятся, сила высвобождается. Всегда. 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 Может быть оно проявится завтра, но получишь ты его сейчас. Потому что Бог есть сейчас. Он делает чудеса сейчас. Почему не завтра? Потому что все чудеса, которые тебе нужны, уже были сотворены до появления этого мира. Агнец на кресте умер до появления мира. Петра написано. Аллилуйя. Слава тебе, Иисус. Они за одну ночь три миллиона человек вышли здоровыми и богатыми. Но ты можешь взрастить такую веру в себе. Что ты веришь, что это происходит сейчас. Я получаю сейчас. Когда с тобой молились о самом великом чуде спасения, тебе не сказали, помолись сейчас, а чудо получишь завтра. И поэтому то, чему меня учили 20 лет, мне сейчас нужно переучиваться. Позвонила мне сейчас, а женщина написала, когда я был в гостинстве. Говорит, я плохо слышу, помолись за меня. А я за глухих не молюсь по телефону. Мне надо напрямую. А у меня в сердце, возьми, помолись за нее. И я ей пишу. Я за тебя молюсь. А потом уже не пишу, диктую. Как ты меня слышишь? И она пишет, я тебя хорошо слышу. Слава тебе, Иисус. Превозносим тебя. Превозносим тебя. Твой Бог творит чудес. Твой Бог творит чудес. В эти дни будет высвобождено помазание для чудес. И тогда уже тебе решать, что ты с этим будешь делать. Либо ты будешь, построишь вокруг этого оградку. Либо ты памятник этому построишь. Хуже, если ты начнешь торговать этим. Но может, как Елисей, ты возьмешь эту милость и будешь использовать ее для своего господина. Слава Господу. Скажите, вы волнуетесь? Да, я очень переживаю. Окей. Вы волнуетесь? Окей. Скажите, дорогая, отказываюсь переживать. Отказываюсь волноваться. Отказываюсь бояться. Отказываюсь бояться. Бояться. Окей. Давайте глубокий вздох. Давайте еще разок. Вы тоже сделайте глубокий вздох. Это сделай, сделай. Хорошо. Давайте простем к ним наши руки. Аллилуйя. У вас есть дети? Дети не потеряют своего папу. Внуки есть? Обещайте Иисусу играться с ними. Сколько им лет? Большие. Правнуки должны. Должны прийти на рыбалку, на качели. Аллилуйя. Именем Иисус. Вы верите в чудо? Верите в чудо? Вы хотите чудо? Я хочу чудо. Окей. Окей. Сильно-сильно хотите чудо? Сильно-сильно. Окей. Вы говорили, что у вас там опухоль. Нажмите. Сейчас ее чувствуете? Нажмите-то рукой. Чувствуете ее? Это только снимок может показать? Снимок только покажет? Я знаю, что я знаю, что я знал. Нажмите. Сейчас есть она, чтобы я знал? Я не чувствую. Раньше чувствовали? Вот за шторку идите туда, проверьте себя. Идите, нажимайте. Скажите, отказываюсь, отказываюсь бояться. Отказываюсь волноваться. Это только снимок показывает или вы чувствовали при нажатии что-то? Нет. Температура все время пониженная. Тяжесть, боль, резь. Иногда бывает. Если бы вы надавили до собрания, вы бы почувствовали какую-то боль? Нет, дискомфорт. Окей. Хорошо. Сейчас есть дискомфорт? Окей. Проверяйте, проверяйте. Помогите ей проверить. Давайте проснем руки к нему. Именем Иисуса. Дух рака. Мы идем против тебя. Убирайся прочь во имя Иисуса. Я разрушаю твое действие. Я разрушаю корни рака. Я искореняю это из его организма. Он ребенок Божий. Он дитя Божье. Он праведность Божья. Бас-гитара, выходи. Он праведность Божья. Я проклинаю семя рака. Я проклинаю корни рака. Я повелеваю корням из семени рака умереть во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Выйди рак от Него. Жизнь. Жизнь. Рак ты лжец. Дух рака мы связываем тебя. Убирайся прочь. Во имя Иисуса. Скажи отказываюсь боям. Отказываюсь боям. Отказываюсь волноваться. Отказываюсь волноваться. Буду служить тебе Иисус. Буду служить тебе Иисус. Аллилуйя. Вы можете понажимать. Там есть дискомфорт. Скажите, как есть. Нет дискомфорта. Нажмите сильней. Есть боль. Так не чувствуется, да? Это снимки покажут. Хорошо. Когда вы пришли сюда, ощущали тяжесть? Вот здесь что-то, как будто бы есть что-то. Сейчас есть? Хорошо. Мы будем ждать от вас эти результаты. Я люблю, конечно, когда сразу можем проверить. Но здесь снимки и анализы покажут. Бог высвободил в силу. Ждем вас с результатами. Хорошо. Нету? 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 Нету. Вы рады? Когда раньше нажимали, чувствовали это? Ну, чуть-чуть, да. А сейчас? А сейчас не чувствую. Давайте большие аплодисменты Иисусу. Счастье чувствуют? Не чувствую. А знаете почему? Потому что Бог помог. Потому что Он вас исцелил. Слава Господу! О, это слабые аплодисменты. У нее была опухоль, она ее чувствовала. Сейчас ее нету. Слава! Давайте поднимемся в наши ноги. Аллилуйя. Слава тебе, Иисус. Наш Бог делает чудеса. Я знаю, что Он крестился в вас. Я знаю, мы ждем снимки, ждем результаты. Если здесь люди, и я хочу, чтобы вы точно услышали, что я скажу, у которых слепой глаз. Ни катаракта, ни бельмо, ни там плохо видите, ваш глаз абсолютно слепой. Есть ли такие люди? Я сейчас... Кто? У вас слепой глаз? И у вас слепой глаз? Идите сюда, пожалуйста. Знаете, недавно в одном городе на собрании у трех людей Господь исцелил слепые глаза. Вот здесь, знаете, а у одной бабушки вообще она пришла полностью слепая. И ушла полностью зрячий. А группа порядка говорит, мы вам поможем. Отойдите от меня, я вижу, отойдите от меня, я вижу. Слава! Он открывает глаза слепым. У вас слепой глаз? Если у вас не слепой глаз, я пока не звал. Я помолюсь за исцеление, но я пока не звал. Только те, у кого слепой глаз. Хорошо? У вас слепой глаз? У вас слепой глаз? Встаньте пока здесь. Я же сказал, только слепой глаз. Пока встаньте здесь, уважаемый. И вы тоже встаньте там, где-то. Если вам трудно стоять, вы можете присесть. Аллилуйя. Всю славу тебе. Проблемы по-женски. Может, яичники. Может быть, с трубами что-то. Я не знаю, у кого проблемы по-женски. Скажите, у кого эта проблема прощупывается или ощущается? Есть такие, которые только снимок покажут. А у кого именно прощупывается, если вы ляжете, надавите, встанете где-то. У вас ощущается это, да? У вас ощущается, у вас, у вас, у вас. Окей. Вот вы, женщина в белом. Вам становится легче сейчас там? И я вижу, что помазание на вас. У кого проблемы по-женски? Дорогие сестры, пожалуйста, сюда придите. У кого проблемы по-женски? Вот сюда вот. Аллилуйя. Королу брей де рели ката. Теперь. Я помолюсь за все. Мы сделаем эту молитву. Но еще я хочу спросить. У кого проблемы со щитовидкой? Вы должны получить сегодня чудо. Кто ощущает, что она у вас увеличена? Что не снимок, а кто ощущает, когда трогает? Окей, хорошо. Окей. Так и хочется сказать. Дьявол вонючка. Аллилуйя. Еще я хочу спросить. Это минорная какая-то музыка. Она не радостная. Что-нибудь радостное. Я хочу спросить. Есть ли здесь женщины, у которых есть в груди опухоли, затвердения, шишки, кисты? Вы сегодня вообще джекпот получите. Скажите, у кого это прощупывается? Когда вы нажимаете, вы это чувствуете. Вот кто чувствует, поднимитесь на сцену. Именно вы нажимаете, и вы чувствуете это. Церковь. А давайте будем верить за чудеса. Давайте. Если вы стесняетесь, я могу стать здесь, вы ко мне повернетесь. Но 95% женщин на собраниях я видел, за всех, кого молился, опухоли исчезали сразу. 95% Хорошо. Красуньи. Вы красуньи. Слушайте, я смотрю на вас и понимаю, бедный дьявол. Бедный дьявол. Вы ему покоя не дадите. Вы будете гнать его отовсюду, откуда только можно. Аминь. А у кого-то есть день рождения на 8 марта? У кого-то есть? Ни у кого нет день рождения на 8 марта? Когда вы все родились? Что-что? Летом? Я тоже. Окей. Аллилуйя. Слава тебе, Иисус. Бог, Он исцелил вас, мужчина. Я верю. Я так ощущаю это. Я так ощущаю это. Можете благодарить Его. Но не забудьте дать свидетельство. Потому что Он очень дорожит вами. Еще хочу одну спросить просьбу. Хорошо, Господь. Переживаете? Только честно. Кто из вас волнуется, переживает? Окей, хорошо. Давайте скажем так. Отказываюсь волноваться. Отказываюсь бояться. Отказываюсь переживать. Дьявол, подавись своими волнениями. Поймите, если бы волнение деньги приносили, радость, ну когда польза была бы с них, тогда волнуйтесь. А от них же толку нет, правда? Окей. Слава тебе, Господь. Так, значит, я вас попрошу все-таки развернуться, потому что вы будете кое-что сейчас делать. Поворачивайте, сестрички. Аллилуйя. Братья не будут смотреть, но я хочу, чтобы вы сейчас проверили, есть у вас там это еще или нет. Чтобы я знал. Проверьте себя. Есть у вас? У вас есть еще? Еще есть? Потому что уже кто-то исцелился, я знаю. Есть? Ищите. У вас есть? 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 Боль не ощущается, была? Уже процесс пошел. Еще есть? Идите. Кому надо за что? Кто стесняется, идите за шторки. Знаете, я женщины в туалеты отправляю во время собрания. Аллилуйя. Положите вашу руку. Ищите. Я думаю, вам нужно вообще пойти туда, потому что там ее уже нет. Положите вашу руку туда, где это есть. Именем Иисуса. Я искореняю эти опухоли силой Божьей из вашего организма. Простите к ним свои руки. Убирайтесь прочь из их организма. Я проклинаю семя этих наростов, этих опухолей, этих затвердений. Я обрубываю это в вашем организме. Не щупайте, просто держите руку. Не проверяйте сейчас. Просто держите руку. Еще немножко. Это уменьшилось? А уменьшится? Скажи, отказываюсь волноваться. Отказываюсь бояться. Дух немощи и болезни. Убирайся прочь. Отец, как ты исцелял многих женщин от опухолей. Особенно, когда даже я не молился за них. Исцели этих женщин. О, опухоль уходит во имя, Иисус. Теперь поднимите ваши руки к Иисусу. Скажите, Иисус, я принимаю мое чудо. Я принимаю мое чудо. Убирайся, дух немощи и болезни. Я право, что исцеление, 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 исцеление. Пойдите, проверьте себя. Теперь мы не смотрим на вас. Проверьте себя, понажимайте. Если стесняетесь здесь, зайдите за шторки. У кого стало меньше, у кого... Я знаю, потому что он вас исцелил, исчезло. Давайте Богу большие аплодисменты. Как вас зовут? Светлана. Светлана. Как долго у вас это было? Долго. Ну, сколько себя помню, долго. Я знаю, что это будет бестактный вопрос. Но сколько лет? Ну, может, 35. 35 лет? А что это было? Ну, это было такие уплотнения, и там их как-то написано по-научному. Фибра. Окей. Какого размера? Ну, я не знаю, какого размера. Там много, там даже не одна. Сколько? Сколько? Ну, не знаю, сколько. Примерно? Ну, есть несколько. 10, 20, 5. Ну, не знаю. Не знаю, сколько. Много? Много, да. Сейчас нет? Нет. Кто это сделал? Иисус. Кто же сделал? Иисус. Иисус. Слава! Еще есть? Еще есть? Еще есть? Нету? О, я тоже с вами верю. Была боль. Была боль. А затвердения были? Были. Сейчас есть? Сейчас нет. Идите за шторку. Проверьте себе еще раз. У вас еще есть? Я не сдамся. Еще есть? Нету? О, у вас нету. Да? Как долго у вас это было? Ну, из 75-го года. Слушайте, почти как мне в возрасте. Вау! С 75-го? Зацепили. И вы жили с этим? Да, все время. Было такое, что вы уже привыкли к этому? Да, привыкли. Но все равно неприятно? Неприятно. Это было как затвердение? Да, затвердение. Какого размера? Ну, нам весь. Покажите людям. На весь сосок. Вот такое? Да. Сейчас нет? Нет. 44 года. У вас есть? Есть. Будет служить Господу. Слава Господу! Он творит чудеса. Нет? Всегда был дискомфорт. Дискомфорт сейчас вообще. Окей. Есть еще? Стало. Мягче стало или легче стало? Легче стало, мягче стало. О, Господь, я благодарю Тебя. Скажи, я хорошая. Я хорошая. Я красавица. Я красавица. Буду жить долго. Исцелять больных. Зайди за шторку, проверь себя. Есть еще? Еще есть. У вас еще есть? Окей. Отец, давайте мы еще помолимся за вас. Отец, я благодарю Тебя. Видите, иногда нужно немножко времени. Я не из тех, кто сдается. Иногда я молился по пять минут, и это исчезало. Просто боль ушла. Боль ушла, да. А что там, это твердение? Нет. Отец, она храм твой. Сила Божья. Вау, я чувствую силу Божью. Вау, я чувствую силу Божью. Вы можете проверить, или отойди там проверить себя? Боль уходит. Но еще и боль уходит. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, Отец. За их исцеление. Благодарю Тебя, Отец. Мир. Мир. Мир Божий. Аллилуйя. Я чувствую присутствие Господа. Я чувствую присутствие Господа. Есть еще? А, это же мы за вас это. Есть еще? Окей, хорошо. Хорошо. Мягче стало? Боль ушла? Окей. Я вас в собрание не отпущу, пока вы не получите чудо. Аллилуйя. Вы можете развернуться. Пойди, проверь себя. Я сейчас уделю этим людям время. Вы можете постоять здесь, если хотите. Но я буду, когда я вам скажу, развернитесь и проверьте, вы разворачивайтесь и проверяйте. Знаете, одну женщину я раз десять посылал в туалет за собрание. Ходила, приходила, есть, приходила, есть. Пришла, потом не было. Слава Господу. Хорошо, надо мне ускоряться. Те, у кого по-женски опухоль, положите руку на живот. Давайте проснем к ним свои руки. Аллилуйя. Это доченьки Божьи. Доченьки Божьи. Вот женщины в черном. Не умрете. Не умрете. Я вам говорю, не умрете, не бойтесь. Именем Иисуса. Дух немощи и болезни. Дух смерти. Убирайся. Скажите церкви, во имя Иисуса. Не отдадим дочерей Божьих. В руки болезни. Я пророчествую, что в этой церкви инвалиды будут вставать с колясами. И будут творческие чудеса. Я пророчествую об этом. Те, у кого прощупывалась боль. Вы можете себя немножко нажать? Если это возможно, никто не смотрит. Если вы стесняетесь, зайдите за шторки. Нужен акт веры. Я благодарю тебя. Я чувствую силу Божию. Что вы чувствуете сейчас? Что вы чувствуете? Вы чувствуете силу Божию. Я чувствую ветер Божий на своей руке. Это только снимок покажет. Окей, тогда мы будем... Кто чувствовал ее раньше, когда вы нажимали бы? Кто поднимал руку, что это... Вы можете сейчас чувствовать боль? Вы можете пойти на... Сейчас есть боль, кстати. Она испугалась? Не, не надо бояться. Я бываю очень таким смелым. Вы могли бы как-то... Хорошо, может быть, завтра вы будете на собраниях в эти дни? Если вы не захотите, не делайте это. Вы можете сходить в туалет и понажимать себя? Нажимайте. Есть боль? Еще есть, да? Отец... Скажи, отказываюсь волноваться. Отказываюсь бояться. Отказываюсь переживать. Я хорошее. Я принимаю силу Божию. Это мое сейчас. Я чувствую ветер Божий на своей руке. У вас есть муж? Будет служить Господу. Я вам говорю. Будет служить Господу. Есть боль сейчас? Говорите, как есть. Боль дала в ноги, да? Переживаете? Не знаю. Вот женщины интересные. Аллилуйя. Кто может себя нажимать? Или только... У кого только снимок это покажет? Так, те, у кого покажет снимок. Слушайте. Сила Божья была высвобождена в вас. Вы должны это знать. Вы должны это знать. Сила была высвобождена. Кольнула там, не кольнула. Это не важно. Вы живете верой. Хорошо? Вы присаживаете. Ну, становитесь там, где вы есть. Потому что я за вас уже помолился сейчас. А вы прощупывали, да? Эта боль у вас прощупывалась. Сейчас есть боль? Или это нужно нажимать? Вы можете пойти куда-то проверить? Сходите в туалет. Одна женщина пришла на собрание. У нее было выпадение матки, и у нее была онкология. Помолился за нее. Послал ее в туалет. Приходит полностью здоровая. Все поднялось, все исцелилось. Аллилуйя. Хорошо. Вы пойдете себя проверять в туалет? Давайте, давайте, идите. Слушайтесь проповедника. Хорошо. Те, кто УЗИ, становитесь на место. Но, сестрички, сила Божия высвободилась. Те, кто проверить, можно сейчас понажимать. Идите в туалет и нажимайте. Что-что? О, я молился только что. Поднимись своими, Иисус. Я извиняюсь за бестактный вопрос, но мы в семье Божьей. Вы чувствовали, что она вот... Вы можете пойти себя в туалет проверить? Идите. Идите. Слава Господу. Так, вы здесь глаз, да? И еще последний вопрос я хочу задать перед общей молитвой. У кого глухие уши? У вас проблемы со слухом? Быстренько сюда. Быстро, 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 быстро. Я уже на 10 минут задержал собрание. Окей. У кого глухие уши? У кого проблемы со слухом? Вы не слышите далеко. Выходите, дорогие. Выходите, дорогие. Выходите. Джекпот у вас будет сегодня. Аллилуйя. Да, спускай. Давайте, давайте. Как вы себя чувствуете? И что там? Все горит? Это огонь Божий. Есть еще она у вас? Когда нажимаете? Она сейчас исчезнет. Стойте здесь. Так. Кто с ушками вышел? Да. Вот те, кто не с ушками, отодвиньте, чтобы я их видел. Ваш глаз не видит, да? Какой? Снимите очки. Я чувствую силу Божию. У вас есть внуки? Обещайте шоколадку. Вы что плачете? Хорошо. Как вас зовут? Светлана. Светлана. Господом желанно. Получит исцеление через Богдана. Но от Господа. Аллилуйя. Посмотрите на меня. Я чувствую ветер Божий в своей руке. Я чувствую силу Божию на своей руке. Дух слепой. Убирайся! Скажи, отказываюсь волноваться. Отказываюсь бояться. Группа порядка. Если они падают, вы должны их положить. Не держите их. Положите куда-нибудь. Чтобы они не контролировали себя. Пусть расслабляются полностью. Что вы чувствуете сейчас? Покой. Это хорошо. Это Иисус. Господь, исцели ее глаз. Как ты в Саратове исцелял. В Красноярске исцелял. В Киеве исцелял. Иисус. В Коростышеве исцелял. Во Львове исцелял слепые глаза. Глаз видь! Откруйте двумя глазами. Смотрите. Дух слепой. Дух слепой, убирайся! Я связываю тебя. Пошел вон во имя Иисуса. Аллилуйя! Исцели хрусталик, сетчатку, роговицу, нервное окончание глаза. Иисус творит чудес. Смотрите. Рукой этот глаз закройте. Пока ничего не видите. Окей, хорошо. Я поднимаю. Давайте проснем к ней свои руки. Отец, исцели ее. Скажи, отказываюсь бояться. Переживать. Прощаю всех. И себя прощаю. Глаз видь. Глаз видь! Исцели хрусталик, роговицу, сетчатку. Второй глаз исцели, Отец. Смотрите на меня. Смотрите за рукой. Повторяйте рукой за мной. Повторяйте рукой. Да. Повторяйте. Закройте рукой этот глаз. Что видите? Пока ничего? Светлее не стало? Окей, хорошо. Ничего я не сдаюсь. Я по пять, по шесть раз молился за глаз. Вы переживаете? Давайте глубокий вздох. Ваш этот глаз не видит. Отец, исцели ее глаз. Это большое чудо. Давайте верить в чудо. Видь глаз. Не проверяйте, ничего не делайте. Видь глаз. Видь глаз. Аллилуйя. Я верю, что ваша мама на небе. У вас есть сестра. Я верю, она будет служить Господу. Закройте рукой глаз. Что-нибудь видите? Серая. Блеск. Какой-то вспышки. Блеснула. Вспышки. Это нерва жевает. Раньше не видели так? Она не видела. Она сейчас вспышки видит. О, мы не сдадимся. Мы не сдаемся? Аллилуйя. Аллилуйя. У вас тоже что-то с глазом? Слепой глаз? Какой? Левый. Вы хорошая. Глаз. Вить. Ты вонючий, слепой дух. Я связываю тебя. Те, у кого были опухоли в груди, проверьте себя. Те, кто еще чувствовали опухоль, проверьте себя сейчас. Глаз. Вить. Иисус, ты исцелил в Красноярске трех бабушек от слепоты. Их исцели тоже. Смотрите за моим пальцем. У вас есть внук? Он хороший. Дух слепой, я связываю тебя. Убирайся, дух немощи и болезни. Посмотрите на меня. Смотрите за моим пальцем. Делайте то, что я делаю. Не проверяйте себя. Делайте то, что я делаю. Да, делайте. Я же вам это показываю. Вы видите, что я делаю? Ну, повторяйте. Окей, повторяйте, повторяйте. Не проверяйте себя. Смотрите, этот же здоров глаз. Хорошо. Закройте это рукой. Что видите? Махаю. Вас не слышно. Тут слепой глаз открыт. Слава. Сила Божья. Аплодируйте Иисусу. Как вас зовут? Ольга. Ваш внук будет служить Господу. Спасибо. Двумя глазами. Повторяйте за мной. Да, вам. Повторяйте. Двумя глазами смотрим. Окей. Хорошо. Закройте этот глаз рукой. Что видите? Повторяй за мной. Вот этой рукой. Этот закрой глаз. Слава. Где бас-гитара? Аллилуйя. Где ударник? Прославьте Иисуса. Как долго ваш глаз не видел? Сколько? Да. Три года. Три года. Подождите. А, Иисус исцели этот глаз тоже. Есть еще? Не сдавайся. Не сдавайся. Слушай, не сдаюсь. И она говорит. Глаз будь исцелен. Повторяй. Двумя глазами. Повторяй. Повторяйте. Вот этой рукой закройте этот глаз. А этой делайте то, что я делаю. Видите? Слава Господу. Давайте Богу большие аплодисменты. Три года вы. Не видят. Кто это сделал? Бог. Я думаю, ваши родные будут удивлены. Он всегда будет видеть. Слава Господу. Помогите ей спуститься. Опухоли еще есть женщины, кто нажимал? Ни у кого еще пока не исчезла? Еще есть? Есть еще пока? Есть еще? Есть? А, вы уже исцелены, да. Вы нам уже сказали об этом, да? Вы хорошие спускайтесь. У вас большая была, да? Да. У вас еще есть? Идите, проверьте. Я вас измотаю еще немножко. А, Господь. Глаз видь! Давайте на языках помолимся. Кипа, Рава, Амаса. Не, вы не молитесь. Жизнь в этот глаз. Смотрите на меня. Повторяйте за мной. Двумя глазами. Рукой закройте этот глаз. Что видите? Пока ничего. Ничего не сдаемся, хорошо? Не сдаемся. Закройте рукой этот глаз. Рукой. Что-то видите? Что видите? Пока ничего не видите. Не сдавайтесь. Мы силу высвободили, хорошо? Я к вам еще вернусь. Окей. Так. Да, вы присядьте. Все, быстро мне надо ускоряться. Это уши, да? У кого абсолютно глухое ухо? У кого вообще ухо не слышит? Чуть-чуть тише. Наверное, плохо слышат уши, да? Да? Частично. Как далеко не слышите? Что у вас? С шепотом не слышите? Что у вас? Уже телефон не слышите? Ага. Хорошо. Вы трое. Положите там, где... Вы тоже. И именем Иисуса, дух глухой, я связываю тебя. Убирайся прочь. Убирайся прочь. Убирайся прочь. Убирайся прочь. Исцели. О, я чувствую силу Божью. Хорошо. Хорошо. Поднимите ее. Никто не играет. Окей, хорошо. Дорогие сестрички, смотрите на меня. Посмотрите на меня. Окей. Все, посмотрите на меня. Я буду говорить, вы повторяете. Хорошо? Развернитесь. И вы развернитесь. Здоровое ухо закройте. Закройте здоровое ухо. И вы закройте. А, у вас оба уха было, да? Окей. Хорошенько пальчиком прямо туда, пальчиком. И вы пальчиком прямо туда. У вас два уха, да? Окей. Хорошо. Один. Два. Я вас не слышу. Два. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Один. Два. Три. Четыре. Разверните их троих. Разверните их троих. Ау. 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 Слава Господу. Аллилуйя. Возвольте славу и славу. Аллилуйя. Аллилуйя. Так. Вы проходите на свои места. Кто еще уши? У кого уши? Давайте сюда. Быстро. 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 Сидите. Вы сидите. А есть ли здесь абсолютно глухое ухо? Или все плохо слышат? Окей. Хорошо. Кто не слышит дальше метра? Сейчас. Я за уши пока. Кто не слышит дальше метра? Вы. Вы. Сколько? Окей. Как далеко вы не слышите? Окей. Хорошо. Как далеко не слышите? Шум. Что у вас? Шум. Окей. Хорошо. Положите вашу руку на ухо. Как вы далеко не слышите? Окей. Что у вас? Это не слышит? Вообще не слышит? Что у вас? Что у вас? А? Что с ней? Поднялась? Нет еще? Отец. Я благодарю тебя, что ты исцеляешь ее. Вы волнуетесь? Скажите, отказывайся волноваться. Исцели ее. Как эту женщину в кривом роге. Что вы чувствуете? Ничего. Я чувствую помазание, Боже. Убирайся прочь немощи и болезни. Подними. Сделай чудо, отец. Сходите в туалет еще раз. Я вас измотаю сегодня. Хорошо. Положите уши. Именем Иисуса. Давайте простем к ним свои руки. Именем Иисуса. Мир ваши уши. Дух глухой. Убирайся прочь. Убирайся. Не, вам не надо ничего делать. Отец, исцели их уши. Исцели их уши. Исцели их уши. Исцели их уши. Аллилуйя. Что вы чувствуете? Качает эта сила Божья. Как далеко вы не слышали на ухо? Уже телефон не слышали? Идите сюда. Сколько здесь человек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять лидеров. Подойдите по одному человеку к ним. Кто-нибудь? Кто верующий? Подойдите по одному человеку к ним. Служители. Подойдите к ним. Аллилуйя. Телефон уже не слышали? Ну, на цевуху, да. Как вас зовут? Вера. Вера, вы из этого... Не разговариваем. Только подойдите. Не разговариваем. Чуть-чуть-чуть. Не разговариваем. Возьмите микрофон. Вот это не слышали? Вот это. Вот это. Да. Особенно, когда муж говорит, где зарплата, да? Мужа нет уже. А, хорошо. Внуки есть? Есть. Закройте пальчиком. Хорошенько так вот. Прямо там. Есть внуки? Есть. Любите? Да. Больше жизни? Да. Здоровья желаете? Да. Долголетия? Да. Один. Один. Два. Два. Мои внуки? Мои внуки. Служат Господу? Служат Господу. И процветают? И процветают. Здоровые? И здоровые? Сила! Спасибо. Смотрите где он. Стань сзади. Встань сзади. Возьми свои руки Господу. Сила Аллилуйя Слава Господу Провозгласите исцеление каждому Здесь мужчина без человека стоит Кто-то один, служители Аллилуйя Провозгласите им исцеление Во имя Иисуса Исцели, Господь, эти уши Исцели Вот мужчина в черном свитере Если 10, 20, 30 процентов уменьшился звук Шум еще есть пока? Сильный? Это уходит во имя Иисуса Аллилуйя Аминь Смотрите, у меня О, Господь, слава тебе Смотрите, окей У меня нет времени брать свидетельства Придете домой Делайте тише звук, хорошо? И отходите, тише, тише И завтра подойдете и расскажете, что произошло Окей Хорошо, давайте поднемся на наши ноги Аллилуйя Да, помогите Слава Господу Как долго ваше ухо не слышал? Давненько Сколько? Ну, вот 5 вот таков 5 роки Да Вы рады? Слава Богу Очень хорошая женщина Давайте аплодисменты Иисусу Вы будете еще в эти дни? В эти дни будете еще? Я буду продолжать верить за вас Не сдаваться Ни в коем случае Я не сдамся Мы будем продолжать верить за вас и молиться, хорошо? Аллилуйя Слава Господу Закройте глаз этой рукой Вот этот Да Что видите? Я понял Смотрите, дорогая Врачи всегда говорят так Если ваш глаз не видел Но начинаете видеть белые клеточки Ваш нерв ожил Ваш нерв ожил Теперь это вопрос времени Аллилуйя Хорошо У вас хорошее настроение Извините, что я задержал немножко Там, где у вас есть боль Положите вашу руку Где у вас есть болезнь Бог хочет сделать два чуда Одно финансовое И одно исцеляющее Я чувствую, что остеохондроз Господь исцеляет Примите, пожалуйста Ваша печень С нижней стороны печени У вас были или рези, или дискомфорт И ваша печень Она реагировала на какие-то продукты У кого проблемы с печенью? Кто из вас пришел с тяжестью в печени? Вот, сестричка в очках Вот на голове у вас голубой свитер Да Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Да, ваша жизнь вне опасности Я не знаю, зачем Господь говорит Но она вне опасности Все хорошо Все хорошо Могущественное помазание на вашей жизни Прочитайте книгу Тиила Осборна Исцеление больных Помазание исцеления на вашей жизни Помазание И воздавайте славу Господу Аллилуйя У кого есть тяжесть в печени? Вы пришли сюда, вы знаете И были О, брат Я, наверное, это понимаю Мы, наверное, с одного профсоюза Да? Были Сейчас в другом У кого тяжесть, рези, дискомфорт в печени? У тебя, дорогой Да, у тебя, дорогой Да? Ваша печень будет служить Господу Положите руку на вашу печень Аллилуйя Вы хотите чудо? Аллилуйя Щитовидка Поджелудочная Кто-то стоит тут, тут, тут Проблемы с артериальным давлением Плохой сон Плохая Я слышу так Плохая засыпаемость Вы меня видите? Плохо А их видите? Туман Синий туман Похож на обман Глаз Вить! Туман, убирайся! Повторяйте за мной Мне тяжело Видите? 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 Спроси ее Спроси ее Она видит? Их видите? Раньше не видели? Сейчас лучше видите? Хорошо? О, Господь Ваши глаза исцеляются Что со слухом? Слухом? Слышу только голос Слова не разбираю Хорошо, не играйте пока Ухо, слышь! 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 Один Один Два Два Я красавица Я красавица Я бусинка Я бусинка Я умничка Я умничка Я лапочка Один Два Три Я хорошая Повторяйте за мной Их видите? А, там свет мешает Да-да-да, я сам там бы не видел Их видите? Ну, вижу Лучше? Лучше Давайте славу Господу воздадим Помазание исцелению Помазание исцелению Возьми все, возьми все Возьми все Драгоценное Драгоценное Нужное Все хорошо сделала Но будет больше Будут народы Аллилуйя Там, где есть боль, положите вашу руку Аллилуйя Есть еще? Можете пока спускаться Есть еще? Есть еще? Есть еще? Сейчас? Нет, перед служением я зашла в одну из семьи Где умирает мама от гады Что с плечом? Я не могла понять То ли вывик, то ли что Мне пожелали неверующие люди Сейчас есть боль? Нет Сделайте так Легкость вообще Вау, слава Господу Присаживайтесь Это произойдет Это произойдет Вот увидите Это произойдет Аллилуйя Аллилуйя Там, где есть боль, положите вашу руку Вы хотите чудо? Это только начало Вот этот ребенок в коляске Он будет служить Господу Сколько тебе лет, дорогая С буквой H Бог даст тебе однажды Хорошего мужа Он будет из Дома Божьего У него будут все зубы И он не будет лысый Он сделает хорошее для тебя Со всем уважением к твоей семье Но твоя семья будет лучше То, что было в твоем В твоей семье В своей, где ты живешь Но в твоей личной семье Будет еще лучше Положите руку Никто не разговаривает Именем Иисуса Именем Иисуса Именем Иисуса Именем Иисуса Именем Иисуса Я иду против тебя Дух, немощи, болезни Никто не разговаривает Пожалуйста Никто, пастор Пожалуйста Никто не разговаривает Закройте ваши глаза Именем Иисуса Я иду против тебя Дух немощи и болезни Я разрушаю Твоё действие Я разрушаю Твоё действие Я разрушаю Твоё действие Это народ Божий Я иду против Тебя Дух немощи и болезни Силой моего Господа Искуплением в ранах Иисуса Хлеб исцеления С обетованиями Божьими С клятвой Божьей Я иду против каждой немощи и болезни В этом зале В жизни этих людей Во имя Иисуса Ты связан Ты связан Ты связан Ты связан Во имя Иисуса Во имя Иисуса Создавайте темп Создавайте темп Я не знаю как это сказать Создавайте движение Создавайте движение И именем Иисуса Я провозглашаю Этой болезни оставить тебя Скажи, я хочу мое чудо Я хочу мое исцеление Я беру мое исцеление Во имя Иисуса Я разрушаю немощи и болезни Которые так долго были в твоей жизни Во имя Иисуса Скажи, отказываюсь бояться Это не движение, это не темп Я не знаю, как это объяснить Это быстро Я не знаю, все могу или что там, я не знаю Держите руку там, где у вас есть Что-то происходит Что-то происходит здесь И именем Иисуса Убирайся, болезнь Я говорю, исцеление Исцеление Теперь поднимите ваши руки Господу Скажи, я принимаю мое исцеление Я беру его Сейчас Проблемы вот в этой области Господь исцеляет Вот в этой области Тут желчный, печень Господь исцеляет вас Я не знаю, как это по-медицински Подреберная жидкость уходит Я не знаю, что это, как это Если вы не могли иметь детей И вы хотите, вы сможете их иметь Если вы замужем или когда-то выйдете Бесплодие уходит во имя Иисуса Аллилуйя Слава тебе Теперь благодарите Господа Благодарите Господа Благодарите Господа Благодарите Господа Благодарите Просто звук, просто звук Да, 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 да Просто звук Просто звук Благодарите Его Слава Вас не слышно Аллилуйя Аллилуйя Благодарю тебя, Иисус Теперь, если в своей жизни вы очень давно не чувствовали легкость в душе У вас нету, знаете, такого как пушинка, как в детстве Как будто бы вы привыкли к этому давлению Вы понимаете, о чем идет речь? Положите руку на голову Я знаю, что это во многих здесь Не стыдитесь Я видел освобождение Я не мог сказать освобождение, но я видел, как это уходило У людей, которые были по 50 лет под этим давлением По 50 лет, каждый день Даже молодежь была Вы хотите легкость И это не зависит от обстоятельств Не связывайте ваше состояние с обстоятельствами Только не привязывайтесь Вы можете быть легким в то время, когда все тяжело Но вы легкий, вы хотите этого Хотите, чтобы это навсегда ушло от вас О, Господь, именем Иисуса Именем Иисуса Именем Иисуса Именем Иисуса Я иду против тебя Дух уныния Дух депрессии Самоотвержения Непрощения Боли, которую тебе причинили Несправедливость Я иду против тебя Я связываю тебя Я разрушаю твое действие Ты лживый дух Ты лживый дух Я говорю, свобода Каждому человеку в этом зале Скажи, я беру свободу Я прощаю Да, это было нечестно Это было несправедливо Скажи, ну я прощаю Прощаю Я буду радоваться Теперь поднимите ваши руки И громко прославляйте его Слава Слава Слава, тебя не слышно Слава, слава Аллилуйя Аллилуйя Свобода Свобода Слава Аллилуйя Камера, ты должна это увидеть Прославляйте, прославляйте Теперь кому сейчас стало легче Маши рукой на душе Маши рукой Маши рукой Вы видите, что происходит Слава, слава Слава, слава Теперь скажи спасибо за мое исцеление Я исцелен Я исцелен Я исцелен Я исцелен Теперь проверяй себя, где была боль Проверяйся, играйте что-нибудь Проверяйся, нагнись Протяни руку Проверь себя, понажимай Проверяйте, проверяйте, проверяйте Ши-да-ра-ра-ма-сэн-да-ра-ра-ба-ба Где ваши микрофоны? Ман-да-ра-ра-ма-сэ-га-да Проверяйте себя, проверяйте себя Нагибайтесь, двигайте ногами Проверяйте колени Аллилуйя Слава Кому стало физически легче? Маши Ты чувствуешь, что что-то стало физически легче? Сейчас Сейчас На одну минуту, быстренько сюда Подойдите на минутку, быстро сюда Кто махал рукой? Вам стало физически легче? Вы чувствуете какие-то изменения? Кто махал рукой? Уже нету таких? Идите сюда Аллилуйя Мы это сделаем быстро и будем петь Идите сюда, кому стало легче физически Идите сюда, быстренько, быстренько, быстренько Аллилуйя Улыбни своему ближнему Аллилуйя О, сила была высвобождена в каждого человека Аллилуйя Скажите, а кто чувствует необъяснимую, беспричинную легкость Вот здесь на душе? Кто чувствует? Вот вам стало легче, ваше настроение поднялось Аллилуйя Мы сделаем это быстро Что у вас было, чуть-чуть? У меня была тяжесть в ногах Просто тяжело было Как долго? Ну, это длился уже давно Сколько лет? Года два, наверное Сейчас есть тяжесть? Я вообще Давай Давай, Пушинка Слава Господу Давай чуть-чуть там так Жуги-буги там-да-да-да Аллилуй, что у вас? Колено У меня тоже колено Что с вашим было колено? Кастариот второй степени Как долго? Года четыре Сейчас нет боли Проверяйте Давай, сделай так Вау Четыре года Четыре года Дайте нам мелодию какую-то Мелодию Мелодию Дайте Богу аплодисменты Аллилуй Что у вас? У меня болел желудок Приготовьте сейчас Я не знаю, что-то взрывное Или все могу Я не знаю, что Полгода назад у меня болел желудок И сейчас болел полгода И мне инфекцию Сказали, что у меня инфекция в желудке Я теперь чувствую, что у меня боли-то ушла У меня нет Нажми, нажмите Нажимай, нет Вы счастливы? Да Кися, а что ты здесь делаешь? С бабушкой С бабушкой Это твоя бабуня? Да Ты хорош У них щеки такие мягенькие Мне бы сказала, она будет служить Богу Аминь Нет боли Что у вас? У меня болелось сильно здесь, в печени Правый Бог, то, что я показывал, да? Как долго? Ну, давно уже, года четыре Сейчас нет боли? Нет Вы счастлив? Да, конечно Вау Дорогая, что у тебя было? Ну, физически, как вот давление Вот здесь Ну, да Измотало оно тебя? Ну, конечно Ну, я знаю, я знаю Как долго? Ну, я не могу сказать, сколько Ну, как-то периодически Сейчас хорошо Да Это не вернется Будь счастлива Что у вас? Головная боль прошла Как долго у вас это было? Ну, вот последние несколько дней Вчера таблетку пила Сейчас нет боли? Нет Правда, хорошо, когда нет боли Ой, так хорошо Так клево, Иисус Слава Что у вас? Давление у души Ночное всю ночь Я не сплю и плачу Когда вы пришли сюда, что с вами было? У меня душил дьявол У меня вылазили глаза Я не могла дышать Как вы себя сейчас чувствуете? Сейчас я А ну, давайте Скажите ему, дьявол, подавись своему душу Дьявол, подавись своему душу Хорошо себя чувствуете? Слава Господу Что у вас? У меня здесь очень сильно болело Правый Бог, да? Ты знала причину? Нет Как долго? Очень давно Примерно Ну, наверное, лет три года Три года у тебя была здесь боль, дискомфорт? Ну, это, скажи, это неприятно Нет, это очень Сейчас нет боли? Нет, а позавчера мне еще хуже стало Я вообще целую ночь не спала Сейчас все хорошо? Сейчас все отлично Ты счастлива? Надавлю, да, слой Ты хорошая Что у тебя, дорогая? А, это, который муж будет классный Потом Мне очень тяжело было глотать У меня слюна очень плохо проходила У меня была увеличена щитовидка была Из-за этого мне очень тяжело было глотать У меня постоянно какие-то комочки в горле Как долго? Где-то года два последних Скажи, вот эта проблема со щитовидкой Ты чувствовала только, когда глотаешь проблемы Или ты здесь была что-то напухшее? Нет, это мне только врач говорил А так я только чувствовала внутри Мне очень тяжело было глотать А сейчас как? Сейчас облегчение такое Хочешь водички? Да Слава Господу Дайте аплодисменты Иисусу Дайте ей водички У меня желудок немного болел Сейчас не болел? Нет А что здесь у вас? Еще осталось что-то? Сейчас сказала Нет В груди? Не слышу ничего Вы же нажимали, проверяли себя? Ну, сейчас я ничего не слышу А что было? Ну, у меня проявлялись боли Как долго? Ну, вот зиму я болела Что была причина этих болей? Грипп был Сейчас есть боли? Нет Вы счастливы? Да Нажмите себя Нет боли? Нет Ой, слава Господу Что у вас, дорогая? У меня лет 20 варикоз после второй беременности И вот внизу голени, как застойка Вы знаете, что один муж Божий был на небе И Иисус ему сказал, что мамы получат Особенную и отдельную награду за свое материнство Вы хорошая мама И что? И у меня сегодня с утра Давно такого не было Просто пекло Я уже не знала, что сделать Там где вены, да? Не, не сзади А вот здесь вот внизу голень Просто пекла А что же сейчас произошло с вами? Намного легче Сейчас намного легче стало Вы еще и на каблуках Женщины печет, а каблуки оденет Слава Богу за женщин Спасибо Слава Богу Иисус доволен вашим материнством Он доволен Все, что вам казалось потерянным в семье Господь воздает вам в два раза Что у вас? У меня заболевание желудочно-кишечного тракта Осложнение астма Астматический компонент Что сейчас? С 87-го года диагноз уже стоит А вообще с 5 лет у меня А что вы сейчас чувствуете? Во-первых, у меня было обострение Я была на таблетках И сейчас я слышу, что у меня отек полностью с носа ушел И я на себе легко Это астма Астматический компонент Сколько лет вы сказали? Ну, приблизительно с 5 лет Сколько вам сейчас, извините? 58 53 года у вас это было? Да 53 года? Сделайте Хорошо? И еще разок Нет этого? Вау Отек ушел Вау, давайте большое аплодисменты 53 года И у меня Я могла присесть А встать я не могла Так вот были С ногами Резко я Присядьте Давайте Аккуратно Не спеша Есть боль? Нет У меня силы нету Почему? Это совсем другие вещи Давайте еще разок Присели О! Есть боль? Боли нету Сил нету Силы приходят Во имя Иисуса Теперь говорите, что есть Аминь 53 года Вау Что, дорогой? Что такое? Ножки больные Трошки Рассказывай Где болели? Вот, болят ножки Так Дайте мне Не-не-не, подожди Подожди А сейчас есть боль? Боль? Да Ну, вот сейчас поднялся сюда Нету ее Вау Поднялся во имя Иисуса Присаживайся Присаживайся Сюда вам честно Дайте Не-не-не-не Все, присаживайся, дорогой Присаживайся Ой, Господь всех касается Давайте поднимемся Завтра, завтра, дорогой Аллилуйя Давай создавай движение Слава, 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 слава Давайте прославим Иисуса Аллилуйя Приводите завтра больных Приводите слепых Приводите больных раком Лучше уже здоровыми приводите Давайте большие аплодисменты Иисусу Сила Божия была высвобождена вас Оставайтесь на территории веры Аллилуйя Вы присаживайтесь Давай, дорогая Поехали Давай прославим его Слава, слава, слава Завтра придешь Силай вас любит шеван Моего царя Все могу с тобой Сила вас любит шеван Моего царя Все могу с тобой Все могу Силай вас любит шеван Моего царя Все могу добавить Все могу, с силой возлюбившего Все могу, с тобой Все могу, с силой возлюбившего Все могу, с тобой Все могу, с силой возлюбившего Все могу, с тобой Все могу, с силой возлюбившего Все могу, с тобой Всё могу, силой вас любит шерва моего царя Всё могу с тобой Всё могу, силой вас любит шерва моего царя Всё могу с тобой Иисус, спасибо тебе, мы всё можем с тобой, мы всё можем к тебе Ты всемогущий Бог, и мы прославляем тебя Мы превозносим тебя, наш великий Царь и Господь И мы благодарим тебя, что ранами твоими мы исцелились Что твои чудеса поддержат нам И сегодня день для моего чуда Иисус, спасибо тебе Алилуйя, Иисус! Всё, всё, всё могу, силой вас любит шерва Всё, всё, всё могу с тобой Всё, всё, всё могу, силой вас любит шерва Всё-всё-всё могу с тобой, Всё-всё-всё могу силой возлюбившего. Всё-всё-всё могу с тобой, Всё-всё-всё могу силой возлюбившего. Всё-всё-всё могу с тобой, Всё-всё могу силой возлюбившего. Моего царя Все могу с тобой Все могу Сыной возлюбившего Моего царя Все могу с тобой Я все могу Аллилуй, Иисус! Слава Тебе! Любим Тебя, жаждем Тебя, славим Тебя И за все Тебя благодарим! Аминь!